Я взялась на сексу Я не знаю вообще, почему тебя так распирает Ваня? Чё? Не знаю Сидишь, ржаешь тут, ржёшь Ржи Конечно по-русски будет ржать 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 Ебать Как говорил одноимённый, как это, герой Одноимённого фильма Романа, да По утрам шампанское пьют только дегенераты или аристократы Обычно девочки любят куколок, а мальчики красивые машинки Но это только до 17 лет После всё становится наоборот Пятое сентября 2009 года 19 часов 23 минуты по торговскому времени В эфире 161-й подкаст от канадского лося и компании Шизофрения Шизофрения Здоровая ржа пока у меня тут да кстати ты когда ешь пожалуйста выкинь остатки в мусорку потому что у меня бегают тараканы если этого мусорку не выкинешь то они будут залезут в мойку и будут там этим питаться а поскольку у меня не мадагаскарские тараканы и я их не развожу наоборот даже то как бы это короче ты понимаешь к чему я и в виду свободу таракана вот да вот добро пожаловать в 161 подкаст ставишь может слушать один подкаст записали 161 подкаст а он неважно ты когда что хотел сказать хорошую курицу да пожалуйста вот и кстати водой тоже залей тарелку потому что тараканы все равно за клиенту а когда водой польешь они вроде то не очень так сильно хотят лезть так ладно да добро пожаловать слушать первый подкаст и ты знаешь я не знаю почему мартини ничего она слабенькая такое 7 процентов пить из горла шампанское это уже знаешь это уже алкоголизм все шизофреники на сигареты а что-то я хотел сказать не помню они в жизни ничего не хотел говорить я что-то хотел вообще сказать микрофон не помню а ну все года точно конец свободе не то чтобы она у нас вообще когда-либо была чего свобода какая я про тоже говорю очень многие люди считают что мы должны быть свободными вот на самом деле есть к этому концептуально к этой идее подойти вся концепция свободы это просто придумано богатыми вот чтобы бедные не вешались или может уже концепция плавить придумано богами чтобы не боги не вешались интересно да интересно у меня несколько мыслей по этому поводу конечно как обычно да 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 давай у нас все равно что у нас никаких нет так вперед подкаст от балды как мы только недавно тут выяснили но я тут правда пару охуенных статей нашел чтобы забыть мы сегодня мы сегодня от души прокатим по Канаде я тебе это обещаю каком по Канаде так ладно свобода свобода всегда должна быть от чего то и у каждого понятие о свободе о свободе я думаю свое вот у меня например я не люблю деньги поэтому я и от них стараюсь освобождаться и вообще не держать когда мне даже дают взаймы я их освобождаю от нужды спрашивать обратно от тех денег которые взял взаймы я от них тоже освобождаюсь я свободен как ветер я свободен словно птица в небесах а что я торможу я не знаю ты сегодня вообще блин тормозишь посрашиваю шизофрения у меня всю неделю была она более или менее более или менее менее у меня такой вопрос не возник или менее 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 ну менее а совершенно летняя ваня еще все колбасит с прошедшего подкаста предыдущего подкаста прошедшего ну да в принципе он так уже прошел интересно слушай а какой может пройти нет мы здесь не обкурившиеся нет мы не курим по крайней мере нет травы в смысле мы курим но не траву мы курим сигареты а ты знаешь они в этом магазине такие дешевые тебе подозрения не вызовы слушай может она не китайка была может ее просто так перекосило да слушай может быть надо вернуться да только на этот раз у нее спросить айди бутылка правда на дне стакана так как стакана у нас нету пьем из бутылки и не ищем правды так как процент правда так что там же комментарии есть а а мы будем читать но я вчера читал зачем еще раз перечит да хорошие проживки не помню как как вот а если вы собираетесь откинуться откидывайте с нами а а очень хорошая концепция да да ты знаешь они гениальные мысли а для тех кто не догоняет мы посмотрели эту серию мэдмэн а вот и вот из этого комментария там как бы вернее как вы там квота не квота куда квот цитата цитата во 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 дональд дриппер сообразили на двоих ммм хорошо что мы вдвоем пишем подкасты ой блин да а для что может стать хищным соображаемом троих а курица вкусная была он меня игнорирует отвернулся а, да, комментарии надо прочитать я вспомнил так, да, давай открывай так, сафари сафари, да, клик вот подкаст, архив а, стоп, сейчас, комментарии не оставляю люди, почему комментарии в подкаст а, здесь нельзя их оставлять не важно кстати, я надо было подкаст назвать улетный я же вчера прям на лету поставил русский шрифт прям на лету а куда ты летел? ну как, ты же мне там пробил давай, давай, давай типа втыкает от, блин, нет, самый айчат, все такое, давай, блин, включай ну час спустя я все-таки до этого мысль чуть дошел и подумал нет вот я не знаю но потом подумал надо все таки включать попробовать для того интернет не работает в ключе попробовал вот комдынин вопсайт на который никто никогда не заходит корр я не захожу это малолетки тарахнут смысле чем такое знаешь приличного дата вау.com точно я туда никогда не захожу вот смотри овал открывается значит арпод висит ха ха ламеры сушки у них там руки кривые агмином оторвать в задницу ну так вот а теперь про рабочие вещи макинтоши я имею ввиду вот такой посмотрел на этот айчат и подумал блять значит писать то по-русски тебе все таки ну знаешь как как то по-английски писать влом вот ошибка 205 502 205 видишь у меня все же наоборот читается это даб и короче bad gateway вот придурки а ну так вот в макинтоши даже встроена фонетик клавиатуры блять я люблю оперу нахуй я только хотел статью здесь написать о том что опера умирает но знаешь вот вот от оперы я еще долго наверно не откажусь так еще у нас на один пункт меньше в этом подкасте что ли нет почему а ты просто не я думал статью написать что опера скоро отомрет потому что у меня были соображения на эту тему я так подумал может быть она еще не совсем скоро отомрет на самом деле отомрет независимо от моих чудо они они выйдут с новой версии который будет вообще кривая и все на нее забьют не просто видишь у меня опера когда открылась даже без интернета она из кэша все достало и мы можем прочитать хотя бы за вчерашний комментарий а потому что сраный арпут как обычно висит в самый подходящий момент потому что там кривые админы да и можете там кредиты если админ нас слушает привет тебе жопу тебя в руке оторвать как раз и для меня по его нету а вот этого не пил в работе на то возможно не стоит оставлять тебе все это пиво к мы тут мы тут же не мы остановились в этот а в ликерке вот я беру как обычно будет 8 баночек пива и думают так нет на счет сейчас парочку за подкаст выпью а потом домой тащить потом думаю нет надо сначала домой заехать оставить а потом парочку взять на подкаст потом потом может может быть не хватит а сколько же мне надо на подкаст начал считать голова разболелась поскольку посчетов сколько мне надо будет потом же не такой предложил а ты давай у меня остаток я типа пива не пью вот по счету щенчки не пьют так вот но я тут как то у меня знаешь не знаю может я паранойю что принимали да кстати что то там перед этим говорил я тебя там прервал по моему что там говорил я на маке поставил фонетик клавиатуру и она прям там была и даже даже маковский диск не надо было вставлять я какой кошмар да я я я я на некоторое время там вообще отчасти помер там все так было как я вижу откачали живой 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 такой эйфории конечно тяжело откачать но ничего там потом дьявол подвисло у тебя памяти не хватает блин ты заколебал уже с этой память взял бы и купил бы мне память а я тебе могу свою старую отдать но у меня она к сожалению ух ты что такое неважно ты чё чопер не видел а то что вообще на двух сайт смотрю ё о какие картинки круто я на работе тоже так никакавливаться так как май людей подсаживаем на war Baba ну да это классный игрушка кстати сказать ля 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 взрослых вот два года там все играть можно всей семьей играть даже если ты одинокого мама все равно можешь играть варкрафт и то есть у меня будет м а чужинок м загружая севал ты хочешь избавиться от семьи загружая севалов как но решение всем проблем всем проблем всем проблем всех проблем это заразно дислексия заразная все нормально все будет хорошо когда нибудь конечно сейчас допью сейчас мы откинемся и все будет хорошо полетели мы говорили вообще о чем а ты говорил культфонтическая турбина почти откинулся тебя откачали в процессе м м северной атака а теперь это уже не смешно так м это не смешало это это так ладно мы комментарии хотели прочитать давай скажем так давай подсказку у нас обдолбан да ну мы были бы обдолбаны если бы мы на самом деле курили нам курить не надо нет не надо ты понимаешь что тем что мы не удивительно меня трава не оставляя да а это правда познавляюсь чуваки там слушали на конце думаю да да конечно вы ничего не курили и не пили нет вообще вот трезвые и вообще нормальные люди да я только что баночку открыл блядь да я просто а ладно пиво нельзя выпить нет нет вообще у меня сегодня был тяжелый день мне эти блин жиды задолбали о видите кто сказал что мы евреев не любим м у них здесь просто это ну то есть не 700 баксов уху да ты видишь что ты жалуешься а не могла бы вообще без головомойки вот богатые богатые американцы что они не могут они просто еще больше платят скажи спасибо что еще итальянцы не пришли богатые ой а что они вообще я не знаю но я бы все все высосали ну надеюсь Руслан этот подкаст не слушает но вообще на самом деле он не слушает я на днях отдал это самое network кабель за Тим Хортенс кофе ага чувак такой приходит а блин он мне сначала позвонил такой а блин у меня тут не работает по моему кабель не работает не работает я говорю ну приезжай сюда кофе не забудь приходит кофе приносит такой кабель маленький такой да на держи ну такой ну не волнуйся не волнуйся да а я на самом деле хорошо что он не слушает подкаст да блин чем там пару долларов стоит кабель и вообще я этот кабель за бесплатно получил из одного чувака вытрис да 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 а какие это бабоньки блин да история с работы приходит бабонька я не знаю я не знаю такое ощущение что она что она тоже была какая то укуренная или она просто на голову больна приходит и начинает орать дай мне дай лап модем я такой смотрю на нее в непонятках ты че с ума сошла бабонька ты че на тебе такая штука дай мне дай лап модем а то у меня там три тенейджера сидят без интернета дай лап а ты хотя бы понимаешь что такое дай лап модем нет но все равно да нам нужен интернет хотя бы какой то хоть дай лап а ты вообще знаешь куда его вставлять у тебя вообще компьютер есть не лаптоп да ты знаешь как его вставлять туда нет ну вот на смотри вот видишь он как вставлять вот да вот туда ты сможешь это вообще вставить дай драйвера сможет найти чего драйвера а блин ладно слушай короче у тебя ты скорее всего это не сможешь поставить но если ты так хочешь на ну чё за заплатила я ее предупредил что скорее всего работать не будет я вообще дата модем я вообще в куче металла сзади сзади магазин нашел если надо приходить возможно жизнь для вас была слишком простой возможно у вас задолбали другие вы хотите просто применить другую головную боль приходите к вам мы ее продадим новейшая головная боль про которую вы уже давным-давно забыли да я вам модем какого-нибудь какой-нибудь 2 28 килобитра агентом архива а еще хочу какой то копать старый а уловский диск вместе с ним дать а вот да да чтобы до конца днепрессии и перечень чем то мне все таки нравится у руслана магазин торча там таких прикол поднаделать тут тут на днях блин я не знаю с одной стороны он заработал с одной стороны на свою голову вот но попросил это самое шаги привести кое-что подожди хорош админ и я вас очень люблю молодцы подняли сайт относительно быстро прошло всего где-то 10 минут с того момента как он упал упал или в смысле как мы проверим хей но вообще даже за такие упадыши надо голову отрывать ну а что там говорил модем кто-то там да не иногда говорю приколы бывают а заходят там всякие вот шаки зашел блин на самом так показал это так как насос мусульманский порн м и че там в одежде стояли ну как она стояла голая но рожа была закрыта это как он ее такой посмотрел и говорю а он меня смотрит на полном серьезе также знаешь такой серьезный рожей ниндзя м в это время и тогда тогда там разных позах они были или стал просто стояли то что просто стояли не интересно ничего было поспозировали конечно но сайт пришли это именно это партнер какой то это самое дейтинг сайт с какого аппетита так так по модуна это дейтинг сайт я бы удивился это это социал сайт там все друг друга имеют в смысле ты туда логинишься эти самые и на тебя ставят бирку какую ну ты стоишь тысячу баксов вот ты выставляешь свою фотографию и тебя кто нибудь покупает и теперь ты его пэт вот но потом кто то такой смотрит блин какой какой у тебя классный пэт и покупает каждый раз когда тебя покупают и ты растешь в цене блять вот это классная идея кстати офигенная идея а почему там все голые а не это просто он в профайл зашел там блять там профайли мусульманки голые и пиздец а все говорят там аллах ахбар или еще какой-то там абар ну там еще лесбиянок было много откуда они они все местные да нет там все зиму мира там вообще блин это самое из арабских эмиратов есть да пидорасы имел я ихнюю религию в жопу вместе с ними меня очень бесит когда люди говорят что наша религия самая правильная при этом всех других убивают а сами в интернете голые фотки выставляют это же гиппократия как это по-русски будет лицемерие лицемерие ну неважно но это очень прикольная идея мне очень понравилась да да давай тоже кому-то кусается урудим будем продавать чем-то члены что самое интересное что тебе там деньги дают за то что ты логинишься я посмотрел на него он он минут за 15 то что он там сидел при мне вернее то что я сидел рядом с ним сколько я выдержал он за эти 15 минут он прошел минимум за 50 на это через 50 страниц и сколько он заработал он не знаю но сайт на нем дохуя м а ну это да нормально вот причем причем там деньги как каждые четыре часа ты можешь залогиниться и просто за то что ты залогинился тебе дают деньги потом чем больше у тебя петов зверушек вот этих вернее новеньких которых ты купил людей людей да зверей ну вот чем больше у тебя этих то тем больше тебе денег за логин дают ооо давай пойдем покупать он уже там по моему сидит на двух миллионах их них денег вот что я видеть энергию и деньги только можешь покупать петов аааа как скучно это скучно но это происходит нет нет я не представляешь сколько там народов сидят и причем Фокус в том, что он там прям при мне сидел Купить, 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 заходит У него кто-то купил, 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 купил Прям сразу же Представляешь, сколько мудаков Сидят, залогинено на этом сайте Целый день А ты представляешь, пока не знаешь Они пока через профайл пройдут Там сбоку, блин, реклама А там на английском или на... Да, на английском О, классно, может быть, залогинец тоже Бабу себе купить какую-нибудь голову Такую, мммм, порнуха Не, ну, хардкор порнуха там не разрешается, по идее Бля, чувалка За исключением только в профайле Но и вообще в профайле Профайл можно на это сам Ему там одна порнуха не понравилась, так он за это сам Чего? Репорт ну, лавка Ну, а что за фигня? Нет, там не сильно плохая порнуха была Да, на самом деле, нафиг Какой-нибудь новый сайт открыть Это неинтересно Знаешь, если ставишь порнуху, так уж ставишь, знаешь, со вкусом, блин А то блин, какой-то говно там понаставили в одном, вообще, фу, отвратительно был так Тоже право, но с другой стороны, чем такое более интересное сделать Более интересно Да, да Безбашенный сайт Совсем безбашенный Совсем безбашенный Так ты запей, запей Да, да, еще больше из горла, да, да Шампанский Так о чем мы там говорили? О порнухе Да Не, мы от дейтинг сайте В смысле, на социал веб-сайт Да Надо каком-то там Face Dick открыть Не, Face Pussy лучше будет Не, Dick Face Классно Да Что ты замечтался? Да, прям Ладно, давай комментарии прочитаем, а то я про них, я чувствую, забуду рано или позже Джа Или Джей А Или Я Или Он Не знаю, что это такое Я Если мат в подкасте, ставьте ненормативная лексика Пиздец, вы меня подставили Мы рады Я не знаю, что сказать Я очень долго думал, что ему ответить Вот, я так и Ладно, раскрою секрет, так и быть Причина, по которой я никогда не ставлю, что это ненормативная лексика Это потому, что меньше народу скачивает этот подкаст А? Да, оказывается, статистически подкасты с пометкой ненормативная лексика По крайней мере, вот эти подкасты меньше качаются Не то, чтобы мы на этом вообще какие-либо деньги вообще заработали Когда-либо вообще Мы еще ни одного цента не видели Вот, но Не знаю, мне вообще в облом куда-либо кликать Да пошли не нафиг Вы меня подставили Ну и вали отсюда Мне нравится Хорошо откомментировал Пиздец, вы меня подставили Рассказал бы хоть историю, как мы тебя подставили Было бы интересно Ну да, хоть обсудили бы, посочувствовали, может быть Да, а так мы тебя сейчас пидарасом обзовем и скажем, что ты шел отсюда нахуй Что это за... ну не надо на половине останавливать Ты уже рассказал бы, как мы тебя подставили Хотя я думаю, он больше себя не вернется, а жаль А, ну нафиг Зато Густо хорошо ответил Да, Густо, конечно Молодец, Густо А, то есть ли... то есть, если бы обсуждали оргии... Обсуждение оргии... Оргии не сопровождалось матом, то все было бы хорошо, да? Генеально Так... ну давай читать Это у меня... Че? У меня все... Опа, опа, дождались Ну а это опять от Густо Качаю, буду слушать через пару часов Надеюсь, Женя сдал свои зачеты Вот... мне сегодня тоже предстоит контрольную на 100 страниц давать Нифига себе! Они что, издеваются? 100 страниц? Я не знаю, какие там звери просят, чтобы писали по 100 страниц Серьезно? У нас тут на 3 страницы, блин, это... Не жмемся, блин, сдаем 2 страницы и картинку Согласись, Женя Не все, не все Предыдущим или перед предыдущим... мы на целых 10 страниц писали Ну ладно, ладно Ну это уже был лимит, блин, это уже... предел наш, блин, это самое Ну, по идее, они хотели, чтобы мы написали 30 страниц На самом деле Ну там, посмотрев на это дело, там, в общем... Ну да, потом пошли, блин, панели с этого Да, ну ты что? Ну так вот А, да Которую... это опять просто 100-страничную контрольную Которую писал больше недели По дороге в универ начну слушать О, слушай, слушай Которую писал больше недели Вечер, сколько ты именно писал? Ты что, ты писал чуть больше недели Вот это был бы номер 100 страниц Вообще пиздец Я не представляю, какой-то труба Да Я, вроде, не знаю Профа у тебя звери, а ты... Ладно, не будем Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Чего ты писал на 100 страниц? Знаете, всё, единственное Я мог бы, я думаю, от балды Но тогда вообще, блин, такая карикатура Там получилось бы из-за этого дела Ну да, теперь собираем антенну из дерева. А, я думаю, там дальше 30 страниц уже никто не читает, наверное. Я так думаю. Я подозреваю. Там уже можно copy-paste анекдоты. Просто тыньк, тыньк, тыньк. Ля-ля-ля-ля. А суть где? Где суть? Ну как, где? В песок? Так. Глобус. Распродажа нутов по 100... А, по 10 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей в России. Место магазин Эльдорадо, Москва. Я посмотрел некоторые. Я не смог их до конца досмотреть, потому что там... Там даже одно видео в Германии, в другой стране. Ну, в общем, да. Там, правда, тоже было сумасшествие, но это... Не знаю. А у нас здесь такое было, бывало... Не, ну такого не было. Я помню там всякие распродажи, ну чтоб такого. У нас, правда, здесь таких диких цен никогда тоже не было. Но это ладно. Хотя распродажа нутов по 300 долларов, грубо говоря. Я сомневаюсь, что у нас будут здесь такие эти... Бешеные. А, нет. Ну, здесь... Здесь рынок хороший, устоявшийся уже, так что... Да, особо никому ничего не надо. Тут нижегодные распродажки. Сначала завышают два раза, потом скидку 50 процентов. Продают по нормальной цене. Все думают, что у них сделка. Ах. Да. Ну, нет, нет. На самом деле у нас тут никаких нах скидок нет. Если только сам не выберешь, там типа, О, блин, здесь памятана, коробка открыта. Вообще сейчас менеджер, пожалуй, дай 20% в скидку. Да. Ну, здесь классно. Еще и еще было видео, как тетка и мужик дерутся за пылесос. Но его не нашел. Тетка бьет мужика монитором, орет насилует и пытается отняти пылесос со скидкой. Вот чувак. Так. На это было прикольно посмотреть. Монитором бьет. Это интересно. Насилую, да да и сука моя, да. Кошмар. И W. Пиздец сказать больше нечего. Я согласен, действительно. Форсикин, то есть, много ржал интересного про себя послушать со стороны. А мы че про него говорили? Понятно. Ты уже к тому моменту слишком пьяный был. Че, что мы про него говорили? Да нет, у меня просто с памяти плохо вообще. Ты бананы вытащил? Вон в сковородке лежат. Ты скажешь, ты их на место положишь. Ничего не помню, да? Ничего не помню. Ты положил сковородку, да? Сказал, Файл Сейф, чего-то бля-ля-ля-ля. Потому что я сделал, там чего-то, да-ля-ля-ля. Я подумал, раз Женя положил сковородку, значит, так надо. Нет. Ты же пообещал обратных вернуть бананы. Так я пообещал из полки их обратно вернуть. Я обратился к полке, бананов не нашел. Эксер Динаи. Так, ладно. Луна со вспышкой вообще порвала. У него же значит таяц. Так, Густо, чуваки, я знаю в чем дело. Инопланетяне скачивают ваш мозг в общую базу данных, которые потом продают за большие деньги. Есть решение. Нужно экранировать голову от космоса. Для этого достаточно шапки из низких слоев обычной фольги. Интересная мысль. Я, правда, не знаю, чего они именно там высасывают. Местами, мне кажется, что там уже высасывать нечего. Только местами. Ё, блядь, ну что они там делают? Козлы. Вот так всегда, как выглядишь, так ничего не происходит. Я знаю, да. Отойдешь, а так нам, блин? Ну, пару дней, пару, пару... Нет, не помню, когда он здесь какой-то чувак приноровился ставить машину, у него сигнализация периодически орала. Как мне это доводило? Надо будет у вас взять ружье, кстати. Вот когда я жалею, что нет у себя дома кирпичей. Нет, потому что я у вас возьму ружье, возьму BB gun. Потому что я хочу ружье, чтобы не высовываться на балкон. Открыть тихонько сеточку, блядь, и стрельнуть ему в окно. Ну, одной пули, наверное, не пробью, зато можно будет в этот... Потренироваться. Я вам серьезно, блин, заебал. Серьезно. Знаешь, ну, никого нету, смотришь, никого нет, машина орет, как резаная. А здесь два дома и эхо. И так хорошо. Ну, я же на третьем этаже живу. Ну, да, да, да. Посмотри. Между двумя зданиями хорошо раздает. Да. Такси же... Ааа, выключите. Лучше возьми рогатку. У меня нет рогатки. А у тебя есть рогатка. У меня нет рогатки. А у тебя есть рогатка. У меня нет рогатки. Я не понял. А я нет. Чего? Не смотрел. Я имею в виду. Там длинное видео, что придется после подкаста. Так, Максим, насчет вашего планера. Я видел нечто подобное и даже управлял. Как я уже кто-то... Как я уже... Как-то говорил. А, извиняюсь. Продолжай, продолжай. В мае я был в Румынии. То был студенческий инженерный курс. Задача состояла в том, чтобы сделать и раз... Да, за... Где ты там читаешь, я вообще не вижу. Сделать и запрожить некий девайс, который бы удаленно управлялся с компа. И мог бы проводить эксперименты, замеры, действия и так далее. В общем, пацаны из Кишинева, Молдавия в скобках, собрали метеозонд. Разве метеоро... Разве там ро не было? Ну ладно. Там был шар с гелием, пару пропеллеров, старая Nokia, GPS и микроконтроллеры. Внизу висит коробочка для приборов и полезной нагрузки. Вся эта тема посылает по GPRS координаты на сервак, получает оттуда команды, как лететь. Маршрут рисуется на Google Maps, управляет с веб-интерфейсом, с визуализацией на карте и результатами замеров. Высота, ветер, температура, фотки. Пиздят. Я тебе говорю, блядь, пиздят, пиздят. Ты знаешь, может он все-таки прав насчет этого самого. Максиму, по-моему, эту идею описывали в том подкасте или мы ее до конца не описали? Не знаю. Да, но мы-то идею описывали, это уже сделали, да? Хорошо. Когда эта идея первый раз в голову пришла? На Калифорнию. Это сколько лет назад было? Три? Ну, я помню, это было до того, как я начал встречаться с Райан. По-моему. Ну, не важно. Года посчитай. Думай быстрее. Четыре. Вот. Какие мы гении. У меня, кстати, дохуя еще идеи. Просто не хочется их в подкасте рассказывать, потому что я иногда думаю, что я, может быть, их сделаю. Вот. Да забей, Женя! Я уже Фурсыкину, Фурсыкину, Тойзу рассказал идею. Я не помню, в этом подкасте рассказывали, нет? Про безграничное, безграничное место для информации. Ну, бесконечно хард-драйв фактически в интернете. Сколько в том году мы там с ними занимались? Ты уже ничего не помнишь? Дай коме редакционнее чего не помню. Напомни. Когда мы здесь собирались в один прекрасный день и обсуждали эту тему. Ааа, да-да-да-да-да, мы еще твоего соседа . Кулио. Нет, подожди, как его там? Рахельо. Во, во, во. Или как его? Когда это было, короче? Это было... Прошлым летом. Во? Нет, не прошлым летом. Извиняюсь. Это было где-то под осень, прошлой осень. Потому что еще было на улице более или менее тепло, но еще зима не пришла. По-моему, зимой что же происходило? Ну, неважно. Факт в том, что идея была разработана в деталях. Фактически, рекварнсы были уже почти выложены. Вот, если бы кто-нибудь еще над этой идеей работал, был бы вообще замечательный. Вот, но в принципе уже все было продумано. Единственное, у меня была загвоздка основная. Это, в принципе, у всех такая загвоздка. Рабочая сила. Да, нет. В смысле? Финансы. Рабочая сила это не загвоздка. Просто никто ничего делать не хочет, поэтому это не загвоздка. Загвоздка была, это как сделать грамотный юзерский интерфейс. Вот, и сделать его, типа, знаешь, на любой машине гонялось. Неважно. И там, ну, у меня там план такой, такой был. Поэтому, там, некоторые требования такие были, что там надо было немножко подумать, как это осуществить. Но все это было возможно сделать. И уже все это почти целый год стоит и никуда не двигается. Рассказал Форсекин Тойсу. Ему очень понравилась идея, по-моему. Вот. Ну, ну, да. Ну, естественно, кто это делает будет? Финансово. Самая большая проблема... Так, это нехорошая часть. Я пойду пиво возьму, а ты тут. Короче. Самая большая проблема с моей системой это финансовая структура, в которой я просто не знаю, как на этом заработать деньги. У меня есть некоторые идеи, там, туда-сюда. Вот. Но такого капитального плана, как именно на этом зарабатывать деньги, нет. С другой стороны, если эта система будет работать, как я планирую, то деньги там можем будет зарабатывать. Это однозначно, потому что любая система, которая в интернете, она зарабатывает деньги. Вопрос просто, как к этому более грамотно подойти, я не знаю. В этом такая финансовая загвоздка. А не проще сразу взять и выбросить, Вань? Пустую бутылку, да, которую ты задвинул тихонечко за монитор и подумал, что я этого не увидел. Она пустая, Ваня, я не знаю. Ты же их не сдаешь вроде. Никуда. А зря, сколько металл пропадает. Ладно. А ты знаешь, что сейчас люди тарелки выкидывают, а не алюминиевые? Ваня, я не верю, что эти тарелки алюминиевые. Ты представляешь, сколько это алюминиевые? Что, тарелки алюминиевые? Ты веришь, что они все алюминиевые? Не уверен. Ножка, по-моему, не алюминиевая. А сама тарелка, по-моему, алюминиевая. Ты уверен? Это очень много алюминиевая. Это очень много. Не, ну, может, он плохой качество и алюминиевый, но в конце концов, блин. Маша просто покрыта слоем алюминиевая. Ты знаешь, что вот эти вот банки на самом деле алюминий, да? Серьезно? Мудак! Че ты так выбрасываешь? Они их назад почему не берут? Исят алюминиевые. А ты подумай, почему они их принимают? Они их принимают? Я тебя спрашивал, это, по-моему, уже несколько раз. Они их разве принимают? Ты нахуй это их выкидываешь? Потому что мне влом, я канадился. Понимаешь, ты это понимаешь? С другой стороны, тарелки, они весят минимум несколько килограмм. А несколько килограмм алюминия, блин, с одной грёбанной тарелкой поехал, собрал несколько, а я ещё... Вань, ты узнай, если они действительно из алюминия сделаны. Вань, тарелка, несколько килограмм алюминия продаётся за 6 долларов, не смеши меня. Я это очень, не знаю, что это... Как-то звучит очень... Ты думаешь, они стальные? Ну, это по финансовой стороне больше подходит. Ну, ладно, чего мы про тарелки? А про что я там говорил? А, да, бизнес-план не хватает. Ладно, короче, забили, проехали, никто программировать не будет, поэтому никогда это не появится в жизни. Вот, и мы, как обычно, когда-нибудь вам через пару лет, когда какой-нибудь козёл из Google или Стив Джобс выйдет, скажет, у нас появилась охуенно новая система, позволяющая вам скачивать файлы, с охуевшей скоростью иметь абсолютно немереное количество гектар, терабайт и флопобайт, я не знаю, там, в интернете бесконечное количество, вот, мы опять вернёмся в этот подкаст и скажем, что мы это придумали. Ну, да, да. Как обычно, будем там пиздить вам насчёт того, что мы придумали всё это дело. Так что ждите, я просто сейчас сижу и думаю, почему это до сих пор, вот на данный момент, никто это не сделал. Это настолько гениально просто всё ёбаный фонарь. Ладно, что я начинаю? Ладно, не надо им ещё. А то ещё поверят, небось. Ещё поверь, чё ещё верить здесь? Слушай, форсекин, то есть сказал, что гениальная идея. Я ему верю. Человек со стажем. У меня тоже были раньше гениальные идеи. Потом я забил. Понимаешь, это та гениальная идея, которая осуществима и работоспособна. Согласен, согласен. Ладно. Так, чём тут делаем? Нам подкаст пишем. Да, точно. Тю-ту-тю-тю-ту-тю-тю-тю-тю-ту-тю-тю-тю-тю-тю. Диманоид. Да, давай на Диманоид зайдём, посмотрим какие-то. Кстати, вот эта музыка классная, интересно, она скачалась. А это то, что я тебе послал? Нет. Мудак. Там она классная, там с баяном музыка. Тынг, 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 тынг. Сейчас мы возьмем перерыв, я тебе поставлю. Вот. Мы еще не сейчас возьмем перерыв. Я тебе, блин, транс посылаю, такой классненький, такой, знаешь, по нему можно и спать, и танцевать. Чувак, найди торрент, и я тебя скачаю. How about that? Мне искать в последнее время немножко в облом. Ну, ладно, кстати, да, тебе надо будет это самое. Чувак, у меня стоит открытый сайт. Какой-то спокойно логинишься, и говоришь, вот торрент, качай. И он качает. Да, не, помню, помню, помню. Ну, блин, тоже у меня Lucky Star. Да, я до сих пор сидю. Кстати, сказать, это самое. Уже 32 гектара залил наверх. Этот Lucky Star, главной героиней, была озвучена той же, той же дурой, которая озвучила эту... Девушка, девушка, а не дур, господи. Ладно, девушка. Этот, ностальгия этой изумихарки. О, господи, действительно дура. Извиняюсь, Ваня, извиняюсь. Ей 20 лет, Женя. А она кто? Японка? Естественно. Ты фотографии видел? Да. А она длинноногая? Нет, средняя такая. А лицо у нее утюгом? Или нет? Да нет, нормально, красиво ты чё? Такая вообще фотомодель. Японская. Класс. Стоп. Давай добавил фотомодель, а потому что японская. Это вопрос с подвохом, не правда ли? Это не был вопрос, это был стейтмен. Фигурально выражаешь. Не, ну она на самом деле милашка, ничего. Так вот, сегодня из этого подкаста ничего хорошего. Я ее даже профайл посмотрел сегодня. А, во, я же я хотел про леопард в смысле вам рассказать. Короче говоря, неделю направил Женя, проверял свой инбокс, который находится внизу здания. Почту, почту я проверял. Я сперва хотел дать определение шизофрении, но ладно. С учетом того, что я где-то сколько? Солдера недели тому назад. Нет, уже как минимум три последние дня я проверил. Я отослал это сраный леопард на мой старый адрес. Попросил тетю проверить. Они там все проверяют и леопарда там нету. Я, кстати, не знаю, что делать. Мне надо будет, наверное, папа позвонить. Сказать, что я ничего не получил. Пошли к ним в другой адрес. Вот, да, потому что, ну, жопа. Вот, они мне все говорят, что ничего не пришло. Я, честно, что они спиздили, потом, потом, зачем им? И вообще, почему они должны пиздить? Ну, не важно. Ну, не знаю, они евреи. Евреи не пиздят. Они деньги зажимают, Ваня. Это другая участь. Я не знаю, фристав пришел. Фристав. Эээ. Какой евре, я откажется от фриставра? А кто вообще откажется от фриставра? Давай начнем с этого. Кто откажется? Нет, 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 Жень, вопрос был поставлен. Или евреи откажутся от фриставра? А я тебе по объективному языку объясняю. Включая inheritance, кто вообще откажется от фриставра? Ну, так как все, все, знаешь, в этом сете все где находится сапсет евреи, можно заключить, что никакой еврей не откажется от фриставра. Также можно заключить, что евреи inherit, то есть приобретают это свойство из-за своего суперкласса, то есть человека. Отсюда идет логика. Каждый человек любит фриставр. Отсюда евреи любят фриставр. Ну, так вот, я тебе говорю, евреи из Питеры. Железная логика. Ну, что, согласен, да, согласен? Не знаю. Короче, ну, не в этом прикол. Прикол в том, что даже после того, как я узнал, что это дело отправилось на другой адрес, я все еще продолжаю проверять свой почтовый ящик каждый день. Даже по выходным, когда здесь ничего не работает. Вот он в шиза. Дай-ка подумаем. Они догадались. Они, они про поискали тебя, хотя ты ни в каких книжках не состоишь. Они нашли твой адрес, хотя государство не знает твой адрес. Биллинг-адрес есть, то есть куда счет приходит. У них мой есть адрес, куда счет присылать. Мой адрес здесь. А-а-а. Да, ты что? Хотя, в принципе, есть вероятность. Маленькая, но есть вероятность, что они, в принципе, догадаются, пошли тебе на билд на адрес. Да. Мне же все позвонили. Кстати, очень интересно здесь работает. Я не знаю, как. А, вот. Значит, мне позвонил, после того, как я переехал, я же никому не сказал, куда я переехал. Кроме как, я пошел права поменял, потому что, если узнают, что я езжу со старыми правами, они меня вкатят. Вот. Ну, ничего, спустя несколько недель мне позвонил сперва АСАП, потому что они сказали, что они мне отправили письмо, оно вернулось. То есть, давай нам новый адрес. А в том числе позвонил банк. Я, правда, так и не понял, откуда банк узнал. Видимо, там тоже мне что-то послало, это вернулось. Вот ссылки, а? Мне очень удобно, почему? Ничего делать мне надо. А мне никогда не звонили. Но я, правда, на телефон не отвечал. Да, правда, серьезно? Ты так думаешь? Интересно, почему они не звонили, Ваня? Потому что я на телефон никогда не отвечаю. Особенно, если звонит кто-то, кого я не знаю. Да. Кстати, я подумал в этом подкасте разыграть iPod Nano. Если бы вы дослушали, я, кстати, когда буду постить на на Rpod, ты что, я там вставлю, как раз вот это разыгрывается iPod Nano, вставлю туда фотку iPod Nano. Ага. Ну что, фотки у меня есть этого iPod Nano. Фотки легитные. Да. Так что, все начнут слушать этот подкаст. Сейчас мы сейчас мы увеличим увеличим число прослушивания. Вот. В общем, да, я решил разыграть iPod Nano, про который я, наверное, расскажу вам под конец этого подкаста, если мы не забудем. Потому что надо же их как-то даже держать, чтобы они продолжали слушать это. 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 Они уже заинтересовались. Это подкаст. Я уже слышу, чувак там уже начал прислушиваться. Обычно они такие Это. Ты уже его слышишь, как он начал прислушиваться? Уверен, обычно они там все спят, храпят. Где-то в автобусе е… Знаешь, мы тут что-то болтаем, они там занимались чем-то полезным. Мы вообще как это бэкграндной, знаешь, что-то на заднем плане звучит и звучит. Это ты телепат. Мне бы такое. ну вот и это все женские раздевалки женские раздевалки чего он где когда ты в женские раздевалки ходил и не ходил я на расстоянии подглядывать так знаешь своим третьим глазом хихихих он тебя длинно запускать его можно куда угодно блин интернет упал теперь никуда не открою значит минут 10 будем ждать пока интернет встанет они по-моему пронюхали что ты много качаешь а не сарик поднялся да кстати мне надо тоже кажется потому что я думаю а там гигов минут 200 ты в месяц точно пропускаешь да вот я сейчас посчитать хотя кстати не факт 70 гигов наверх 100 пудов в месяц уходит да я написал специальный виджет вот этот вот я написал он не очень красивый потому что я графику не делал ну да вот этот вот мой виджет да я сам его написал вот он у меня на десктопе висит я его могу допустим убрать а могу потом его все зайти где-то он здесь был я точно не помню где он тут был о видишь я специально сделал виджет чтобы значит подсчитывать эти подсчитывать там сколько заливается это когда у меня коджика было говно я там сидел и подсчитывал сколько мне надо мне напрягало каждый раз на калькуляторе это считать в мозгу я это точно не считаю блин надо будет со своим маком разобраться да мазовая фишка так вот про что я говорил я много качает интернет падает короче да и у меня почему-то смотрю на серваке у меня там все время все время что-то куда-то уходит веб-сайт все время там дергают потом я не знаю сколько там сколько там проходит трафика но я думаю много тогда разыгрываем ipod nano вот люди слушайте дальше мы потом объясним правила игры да я надеюсь мы придумаем за два часа так что даже длинки ни хера не открыт не я я понял что открывать линки нельзя почему а потому что есть пишу всякие это всякие ноуты здесь вот и мне их надо читать и себя просто их линки открывает а я туда вообще уже не смотрю короче из нашей замечательной страны канавы канады уезжает сатурн финии то но это пыку кубиква язык такой есть замечательно в канаде полосы гранини и шизофини где шизофини короче да все финита приехали называется да чай ты говори пока чем пью а я за тобой наблюдаю ну ты молодец интересно смотреть это так всегда интересует вопрос ты подаешься или нет нет что-то отрыгивается все время надо было без газа убрать да не больше газа тогда может быть запершил горло потом потом у тебя бы сработал сработал бы рефлекс ты бы начал бы перхаться я посмотрел на тебя две минуты потом бы все таки наверно постучал если бы ты не очухался это я вспомнил историю когда мы с тобой ели в ресторане я подавился и ваня происходит примерно так фильм как обычно болтаем болтал я на тот момент а вот чего-то я глотаю и это как-то очень неправильно встало в горле и я дышать не могу я дышать не могу я я хочу дышать вы знаете есть такой как хочется дышать и это в горле встало и я значит такой вот воздух вообще не выходит я сижу и думаю все пиздец мне короче смотрю на ваню чтобы они напротив сел ваня сидит и на меня смотрят а я подавился я ничего даже сказать не могу а ваня смотрит на меня ваня встретишь там да корешно скажешь здрасте мол очень приятно ваня хорошо как это кусок пролетел все таки потом я не знаю как это там что-то а я просясь я не сидит сидел я думаю ставки даже со самим с тобой с собой заключал подавился не подарился не подавился подобие подавился и подавил а также сердечно смотрю часто чувствительство может нет может не давай еще посмотрим но уже не очухается а а а а и нет очу холдов я был прав при этом это допустим был прав в любом случае потому что спорта самим собой был это же за предметом сфере еще было интересно посмотреть морально не хотите в ресторан с ваней если подавитесь у нас не будет откачивать вот а если даже станка придет скажу он в порядке он всегда так не беспокойтесь возможно нет в ракахах позвоните в морг дышите не дышите не дышите не дышите не дышите уносите следующий что мы здесь говорим а сатурн да вот сатурн уезжает из канады по моему они там посмотрели на продажу сатурном в канаде посчитали и подумали да что в общем недостаточно они бабок делают они по моему вот да они закрывают на данный момент половину магазинов всего их по канаде по моему 60 оставляют 30 и посмотрят есть они если они не менее 60 сдались а тридцать еще пытаются а извиняюсь дальше тридцать магазинов останутся попытая попытаются выжить но по моему они тоже наверно закроются короче говоря если писали 2000 человек уволит по ходу извиняюсь просто газа выходит это называется отрыжка если так подумать ты вообще рыгаешь в микрофон ну ты понимаешь да люди на будущее если слушать этот подкаст ни за что не кушать ну хотя бы вы наверно и так уже к этому моменту знаете я не в микрофон ладно ладно ты не в микрофон я отвернулся да ты отвернулся да бля это что они там разорались вылетит что ли это не пиво жалко ааа ненавижу конечно в фильмах это красиво выглядит когда знаешь переворачивать так бутылку и так на гол да так давай по очереди пить я пью ты что нибудь говоришь ты пьешь я что нибудь говорю тогда ты сопьешься вообще да ладно так что это там 10.30 да короче говоря по ходу как нам уже все новости объявили ресессия закончена вот но при этом дилершипы решили открыть полный ресторан у себя внутри оказывается есть такие рестораны где ты приходишь что там стоят тачки и все остальное ну знаешь так сделано под такой автомобильный образ вот но теперь все это поменяется теперь дилершипе можно будет целиком отведать какой нибудь еды искусственной я не знаю да а то сольчика туда тоже добавляют грейви какой будете то соу пожалуйста то соу вы знаете закупор tee м я не знаю как было бы интересно знать такое самое м хватает взорваться потому что все и но к х d покерун но так м в в в варка мазухи как сальдом или так в 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 öhп да это был специально да сварили где это было сварено двигатель ну в в inferior в как это так как раз а это за 5 лет с этим у него продать клиенту долго не задерживаться у нас есть я не могу сказать реальные длинки сделать их просто назвать такими именами антифриз ты чё пьёшь антифриз а кстати да генеальная идея на самом деле плохая идея потому что долбайок пойдет в автомагазин кубин в тюрьме выигрыш это потом кирпич на парковке не а ну к вам там дисклеймер написать типа у нас просто и сам называют как эти как к отравления отравляющие вещества чисто для партнер мелким шрифтом там просто написать который не сочетать по любому не будет следом покойный самоубийство в смысле в подорости своей не ай мы не виноваты типа того это вообще гениально наши дринки приготовлены только профессиональными водителями кстати да не на самом деле тут хорошо да гениальная идея ты знаешь это возможно даже прокатит очень хорошо в канаде в америке я думаю там будут одни эти в америке я боюсь что это даже не что то в америке там засудят в жопу всех нафиг да и первый же как покупатель который придет он еще не успеешь заказать уже начнет судить тебя блин они там это любят блин там пиздец елки зеленый ненавижу америка там за что там даже банки рассчитывают рассчитывают по жизни на то что их засудят они уже заранее с тебя дерут лишние деньги с расчетом на того что решает сам что им придется с тобой договариваться вот и что придется 90 процентов от того что ободрались тебя блин отдать отдать ой хорошо ну так правильно здесь вот смотри вот вот я перебрал свой аккаунт да вот банки я перебрал свой аккаунт да пришел мне что сказали у тебя на аккаунте не хватает денег ты перебрал вот не хочешь случайно заплатить если у тебя сейчас денег нет то ты все в порядке может в следующий раз заплатишь в америке то же самое да ты вот тут вот тут вот тут вот перебрал да чуть-чуть перебрал с тебе 120 долларов пока не заплатишь ничего не дадим делать кстати право не но здесь они тоже как например не 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 жень что у меня в этот в банк рояль это самое у меня аккаунт блин в минусе был долгое время а какой аккаунт у тебя кредит чекинг чекинг аккаунт был в минусе и при этом при этом я снимал деньги им нихуя не давал и вообще про них забыл через банкомат нет лотейлер а по идее они должны тебе сказать что им должен снять они мне сказали что я им должен я им сказал что пошли бы они нахуй ну ты им не сказал что бы они пошли нахуй на самом деле не но я им сказал что мне сейчас денег нет за это платить может быть в следующий раз ну а серьезно круто у мазова слушай да вот так в канаде я говорю канада в этом отношении гораздо лучше ну да здесь в принципе не так не знаю здесь нет такого да постоянно скрутнинг как они говорят кого скрутнинг я не знаю что это именно значит но нравится тебя месить постоянно да здесь гораздо проще я канаду по этому поводу блин обожаю и конечно такса немерено блин вообще если если не дай бог начнешь на эту тему думать то есть с другой стороны если вы как вани вы не работаете то все тип топ все тип топ да страна я ничего не зарабатываю никому ничего не должен да в конце концов они мне должны потому что я не работаю я не работаю они мне должны черт идея просто гениально для меня это более классная страна вообще добро пожаловать в канаду там так ну вообще деда с рестораном очень классно где получается ну идея это не у них у них у них у них просто идея открыть ресторан в этот нудили шипурдан в автомагазине да а у нас идея лучше у нас идея лучше открыть обычные рестораны назвать все блюда названием каких нибудь эти запчастей или жидкости для машины Да, гениальный генерал. Пиво можно назвать бензином или керосином. Нет, вообще-то пиво звали раньше этим дизелем. Как это будет, соляркой? Потому что дальше уже идет, знаешь, более воспламеняющийся топлива, например, водяра. А потом еще выше воспламеняющийся, типа самогон. Да, Бакарди 151 можно будет, да, переименовать. Ну, ты что? Может быть, там, знаешь, вам керосинки или как? Ну да, прям... Можно будет даже эти поставить, как он называет, в форме заправки. Блин, гениальная мысль, а блин, надо идти открывать ресторан. Блядь, почему такие бедные? Я как-то все сдувать, почему? Йоп, ёп, ёп, ёп. Ладно. Я всех ненавижу. Что за жопа? Ну, блин, ну. Алло, ёп. Макс заключил, Макс заключил. А нет. Так. Нашел интересное, по-моему, видео. Я их прилепил, что это видео? Да, я их прилепил. Короче, какой-то энтузиаст. Я вообще тему Lego люблю. У меня Lego нету, но с детства помню, что это была классная маза. Собрал двигатель, целиком рабочий. Сейчас я видео запущу. Посмотрим, как классно работает. Конечно, он на батарейках. И явно двигатель не с активным внутренним сгоранием. Это понятно, потому что из Lego собрать двигатель внутреннего сгорания нереально. Но это сделали электрический двигатель внутреннего сгорания. Типа там все шевелится, прям как с двигателем. Целиком двигатель собрали такой, леговский. А на YouTube, в статье прикрепленный YouTube, можете посмотреть. Выглядит, как здесь говорят, fascinating. Классно. Мне очень нравится. Так красиво там вертится, крутится. Вот, и все такое. Там эти даже у него проводками. Это интересно, на самом деле. По-моему, это больше, чем просто интересно. Ну вот у него здесь, знаешь, открываются, короче, эти, чтобы воздух подавался. Я не помню, как они там называются. Ну, в общем, все крутится. Трансмиссии у него, по-моему, пока что еще нету, но... Это в следующем эпизоде. Ну, там он сделал поршни, показываются, знаешь, что Ася ходит. Он там больше электричества подает, смотри, как красиво. Красиво сделано, Ваня. Там просто гениально. Я не знаю, сколько чувак времени потратил, но, конечно, гениально. Если бы у меня было бы деньги, я бы, наверное, все Лего купил, тоже такое бы собрал. Да, если бы у тебя было бы столько денег и столько времени, и... Не, если было бы денег, то да. Вот. А самое приятное, кстати, на видео написал, чтобы этот, не покупали люди готовые, готовые эти... Готовые... Лего-конструкторы? Да, ну, потому что там некоторые чуваки стали выпускать эти штуки собранные, ну, типа, все готовые для вашей сборки на ebay. Вот, он просит не покупать, потому что якобы он залицензировал. А, они не авторизованы это покупать. Но при этом он выдает бесплатные инструкции, как собрать такую же фигню. Так что, если вы хотите такое собрать, и у вас есть Лего и все остальное, то вперед. Инструкции есть, так что... Это что такое? Еще одно видео, кто любит этого. Как его зовут там? Кена Блока. Кен Блок его зовут. Вот. Выдуманное имя. Сто пудово, блядь, нахуй, извиняюсь. Простите, мой французский. Выдуманное... Выдуманное... Выдуманное. Из пальца. Высосанное, да. Не может быть у него фамилий Блок. Не может быть. Как и этот Вин Дизель. Не может быть у него фамилий Дизель. А имя Вин? Чувак, он немец. По идее, должен быть. И я сомневаюсь, что он является таковым. Дизель это реальная фамилия, но не американская. Блок, конечно, американская. Но, блин, звучит... Кен Блок звучит слишком круто, чтобы оно было настоящим. Да, согласен. Ну, так вот, про статью. Здесь никакой статьи нет, здесь просто видео. Вот, здесь этот... Кен Блок со своим дружком. Его друг ездит на этот... По-моему, здесь музыка есть. Он ездит на этом Гукарде, который выглядит как Субру Мини. Мини Субру? Ну, да. Такая... Мэ-мэ-мэ-мэ. Он видел, у нее такая... Ну, и там опять делают всякие... Музыку, музыку, музыку убрать. А там делают всякие трюки. Правда, там... Наконец-то сделали... Показали один трюк, который у них не получился. Он немножко наехал на это дело. Ну, так забавно. Если кто любит этого Кен Блока, в принципе... Насколько я понимаю, он какой-то крутой ролист. То есть, он... Не то, чтобы его, знаешь, просто из пупка раздули. Вот. Насколько я понимаю, он реально ролист. Ну, так вот он, знаешь, вытянулся в мир шоу-бизнеса. Башка такая торчит. Ага. Прикольная фишка, да? Ага. Выглядит забавно, немерено. Здесь музыка есть? Такой промчался. Здесь, по-моему, просто прикалываться чисто. Вообще, видео прикольно. Так, посмотреть. Любители автомобиля. Любителям автомобилей. Ну, скиллы у него, конечно, сумасшедшие. Как у ролиста. Смотри, как классно. Он до самого поворота уже задом катился. Да. Труба, ладно. Ладно, не будем... Что мы об этом? Друлить. Он говорит, они здесь просто прикалываются. Вот там его немножко потом переедет. По-моему, этой машинке мощности не хватает. Да. Этой маленькой друльки. Но они, походу, реально не подрассчитали. Здесь, что-то им, по-моему, чисто повезло. А в следующем видео, по-моему, там где-то его переедет. Ему не повезло. А теперь смотрим варианты, где ему не повезло. Ну, это явно нормально сделали кат. Вот, ну, ладно. Там, короче, будет где-то момент. Ты друлят, 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 друлят. Ладно, поехали дальше. Ладно, давай. Чуть в чем смогу. Во, 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 вешало. Да, ну, что, бошка не снес. Ну, что за это, Ваня. Жалко, что бошку не снес. Нормально. Чувак, эту машину я вообще не думал ажи включать. Но почему-то что-то мне в ней прикольнуло. Это... Уродство. Ты реально считаешь, что эта машина уродлива? Ну, как? Это Dodge, Diora, концепция, которая никогда в жизни, с 65-го года, которая никогда в жизни не попала, по-моему, на дороге. И эту концепцию сейчас продают или будут продавать. И там, в общем, цены доходящие до полмиллиона долларов. Поэтому нам это явно не светит. Я посмотрел здесь просто на фотки. Ну, насчет этого, я не знаю. Возможно, это урост. Такое в старых машинах делали. Ну, посмотри, какая вот эта красота. Что-то в этом есть, Ваня. Что-то в этом есть. Гейджи стоят прямо на двери. Хорошо, Жень. Это уродство, но это... Красивое уродство. Это красивое уродство. Да. Единственная причина, почему я эту галерею в подкаст засунул. Если кто хочет посмотреть, то... Смотри, какой классный руль. Как на самолете. Да, те времена, когда там друлили на все это дело. А вот еще один... Ну, как говорится, знаешь, мода по кругу идет, да? Все что? Все новое, это хорошо забытое, старое. Так это не новое, это старое. 65-го года они ее продают. Просто она где-то валялась, это дело. Все новое, это хорошо забытое, старое, забытое, старое. Это старое, но оно забытое. И поэтому оно новое. И поэтому оно классное. Понимаешь? Ну, оно вообще-то не идет как новое. Ну, ладно, ладно, да. Что-то там говорил. Да. Вот. Сука-то, Женя, вот что я говорил. Колбасит, колбасит, да. Нормальный колбасит. Так, C4C. Cash for Clankers. Как это будет еще по-русски? А я не знаю, что такое Clankers вообще. Clankers, ну это вот эти вот старые тачки, которые знаешь. Они, они, то что можно назвать здесь junk, но это не совсем junk, потому что он ездит. И это... Ну, по-русски это будет примерно так, бабло за говно. Нет, это будет по-русски это... Бабло за дерьмо? Бабло за барахло. А, вот, вот. О, уже прижим к сути. Вот, да. А, и вот как раз это, как раз чисто канадская программа. Чисто канадская. Я все сидел уже, не первый подкаст, думал о том, что почему в Канаде такой программы, как в Америке, в Германии нету, и все это. Почему у нас такой программы нету? Вот, ну, во-первых, в принципе, это дураку понятно. Канадцы долго думают? Нет. Пока до них дойдет. Нет. Пока этот парламент докурит свой косячок. На самом деле, а зачем, а зачем вообще в Канаде это дело? Во-первых, здесь никакого большого рынка нету. Не то, что мы здесь офигенно много машин покупаем. Ну, да. Во-вторых, на нас автомобильный рынок, ну, явно не держится. Даже рядом не валялся. Это Америка. Вот. Ну, и в-третьих, это Канада. Знаешь, там, пока выбьешь деньги с кого-нибудь, за что-нибудь, здесь можно будет состариться и сдохнуть. Поэтому государство, да, реально, пока он там докурит свой косячок, до них, может быть, что-нибудь дойдет. Тем более, уже премьер-министр сказал, что у нас ресессия уже закончилась полгода назад. За что вообще какие-то программы здесь? Ну, да, ему виднее вообще. Да, конечно. Ему там, блин. Как раз вот и оттовы, ему там виднее. С одной стороны французы, с другой стороны американцы, ну, там виднее. А он посередине. Ну, да, он так выглянул из-за окошка и сказал, вроде ничего. Как говно в проруби, ни влево, ни вправо. Посередине. Бля, что мы в этом подкасте говорим, ты мне скажешь, это же кошмар, Варен. Мы только что свое правительство облили грязью. Вот. Не, ну, с другой стороны, ты чего? Канада страна прям для нас. Сидимся втихаря за родину, тот в микрофон дуем. Какое херло правительство, уходим на улицу, как здесь хорошо. Деньги давай, слушай, чувак. Где наши деньги? Где наши деньги? Да, слушай, ну мы вообще реформаторы, Ваня. Реально. О, да. Короче, нас, наверное, нету. О, я... Ну, хотя, не знаю. Майкл Мур круче, правда. Он же какой год поливает американское правительство говном, даже угрожался, что если Буша переизберут, то он уедет из Америки. Его Буша переизбрали, а он так там и живет и продолжает снимать свои кривые фильмы. Причем совсем отмороженные фильмы. Да ты его видел? Не знаю, обычный пидорашку это. Какой-то, блин, был. Мой траж, блин, ходит там. Ну, так он нашел, нашел новый способ еще заработать бабок. Он сейчас новый фильм снимает. Про коллапс экономики и все такое. Так что... Да, он реально круче, чем мы. Ну, в том смысле, что он зарабатывает на самом деле на этом деньги, а мы нет. Да, ну, он согласен, он круче, да. Нет, я согласен. Он там гонит настолько, что вообще... Нам еще расти и расти до того, как он гонит там. Да, мы так просто промежуток гоним. Да, мы промежуток гоним. Что-то я хотел сказать, забыл. Ладно, неважно. Си соси. Нет, си форси, вот. Короче, деньги за вашу развалюшку. Так вот, теперь до нас дошла эта программа. Как до жирафа. Но это будет не как у всех, это будет чисто по-канадски. Ага. Но, во-первых, государством эта программа не одобрена. Ну, в принципе, похуй на государство, кого он здесь ебет. Оно и так-то ничего не делает, поэтому... Оставь его в парламенте. Сидят они там все в парламенте и посидят, посидят спокойно. Оставь его в покое, блин. Главное, чтобы не придиралась. Да, я там раз в четыре года что-то выйду, палают, типа, идите, выбирайте нас. Мы придем, поставим галочки все в то же место. Бюллетени не менялись еще, наверное, с начала 90-х. А ты хоть раз голосовал? Я не имел права. Я еще гражданином не был. А, да? Я еще-то не гражданином. А, да, точно. Слушай, как больше гражданином, пригласи меня как-нибудь на это самое. На выборы. Я тоже хочу сходить, но с самого влома вообще никогда не помню. Интересно, у них там есть галочка против всех? Прям реально надо будет сходить на голосование здесь. Да. Надо будет поинтересоваться, когда следующее голосование. Если коллектив плюнет на тебя, ладно, шутка не удалась. А, да, так вот, естественно, государством это не одобрано, потому что государство Канады, как обычно, в этом не принимает никакого участия. Но, кто принимает участие, это самые главные игроки. Ты знаешь, что у нас здесь есть Clean Air Foundation? Нет. Короче, есть вот это вот, фундаменталисты. Фундаменталисты. Какое смешное название. Жень, ты меня пугаешь. Спокойно. Что? Я знаю, что ты не курил в последние два часа. Нет, три часа, извиняюсь. В последние три часа я знаю, что ты точно не куришь. И при этом торжешь, как будто бы ты курил. Ты знаешь, что это немножко пугает. Нам без этого не надо. Нам это не надо. Не знаю. У меня башня не без этого рвет. Так что. Да нет, ты знаешь, я не насчет тебя волнуюсь на самом деле. Насчет кого тогда? Насчет себя. Знаешь, есть такая поговорка. Скажи мне, кто твой друг? Я тебе скажу, кто ты. Не надо поговорку, честное слово. Да, вот ты знаешь, мне как-то вот... Я тоже когда не думаю, мне стараться становится. Вот. Да ты чё, блин, я... Посмотрев друг на друга, они поняли, кто ты из них проговорился. Ладно, сходи за пивом, сходи за пивом, а я пока... Я еще это не допил. Ладно, бубни, как там, блин, космические корабли бородят в просторах большого театра. Так вот, у нас есть Clean Air Foundation. Фундамент какой-то. В общем, какая-то группа называется. Чистый... Ну, хорошо, что хоть фундамент все залили. Они залили цементом. Все поля теперь жалуются на плохой воздух. Тогда... А, значит, эта группа... Фундамент. По-моему, я с этой строки не сдвинусь уже. А, не это так слушать, ты представляешься. Ну, в принципе, если мы ржем по чему, мы нельзя, люди, я вам сочувствую. Не, ну, пойдем, если мы ржем, чему нельзя тоже повеселиться. Ко-ка-ка-цов мы... Ты знаешь, кроме того, что мы... Льем говно на канадское правительство, а также на все остальные. Ваня очень любит поливать американское правительство, а я российское. Когда... Выпадает такая честь. Возможность. Да. Вот. При этом вдвоем мы любим поливать канадское правительство. Которое мы очень любим. Да. При этом мы не работаем, мы не платим налоги. Полные дегенераты вообще. Я здесь сижу и из горла пью бутылку шампанского. А... И ты знаешь, в аду мы должны гореть. Меня уже туда послали пару выпусков назад, я помню, когда там... Ну ты подумай, на самом деле мы в мир приносим что-то хорошее. Да? Да, мы приносим смех. Возможно, кто-то на конце другого наушника, в смысле, вашего наушника... Ты хочешь, знаешь, в одну сторону ты смогла? Ты хочешь, знаешь, что, одну сторону ты смогла? Ты хочешь, знаешь, что, одну сторону ты смогла? Не придирайся, ну. С другой стороны, подслушиватели. А невозможно смеются. Это одна из самых больших радостей в этом мире. Мы делаем что-то позитивное, Ваня. Интересно, мы делаем больше позитивное или негативное. Не знаю. Да, достань калькулятор, сейчас подсчитаем. У меня бабушка как-то говорила, смех беспричинный, признак дурачивный. Может, мы просто дураки? О, я уже сдался, да. Я считаю, что я дебил и дурак, да. У меня нет будущего. Я пару недель сдался. После того, как экзамены закончились, я это понял. Женя, почему мы друзья? Мы такие разные, но в душе мы одинаковые. Мы просто идиоты-дебилы. И никогда ничего не делаем. Ура! Сколько мы собираемся микрофон купить? Ну, баксов 200. Не-не-не, я имею в виду, сколько времени? Ахахахаха. Года два, наверное, я думал. Да, сколько я на Мак-Мине спустил? 760? Да. А потом на все остальное сколько я спустил? А на пиво я сколько? Не понимаю, зачем подсчитывать это? Мне просто интересно. Сколько микрофонов ты пропил? Ты в этом ходишь? Или выкурил сколько микрофонов? Много. Я тебе прямо сейчас скажу, много ты выкурил микрофонов. Чуваки, если вас подвигнет как-нибудь на лучшее качество звука, не присылайте эти деньги в форме пива. Я имею в виду, подожди. Присылайте это. Присылайте микрофон, не деньги, потому что деньги пойдут в пиво, и тогда микрофону все равно никогда не увидят. Кстати, хорошая идея. Можете прислать микрофон. Ее избежно. Только ради бога, пришлите хороший микрофон. Ладно. Ты про что там говоришь? А то же вам же хуже будет. Возьмем, а как-нибудь запишем пару подкастов. Так, ладно. Дай я уже хотя бы до половины этой статьи дойду. Ладно, хорошо. Так вот. Фундамент. А вот это вот люди, когда любовься за чистоту окружающей среды в Канаде, они в основном походу нажимают на то, что вы и ты должен свои старые машины отдать, как называется, в какой-то там фонд, короче, и купить себе новую машину, они вам, по-моему, даже где-то около 100 или 200 баксов дадут в счет новой машины. Ну что, охуели, что ли? Я знаю, насалку можно сдать за те же бабки. Я знаю. Но в том-то и прикол. Понимаю, это же Канада. Здесь совесть важнее всего. Сдай нам. Мы на этом дыхуя бабок заработаем, а потом еще будем говорить, какие мы хорошие, и ты себя хорошо почувствуешь. Все себя хорошо почувствуют. Полсоциалистическая страна. Ну да ладно, не в этом смысл. Так вот они борются как раз за чистоту воздуха и все такое. Они как раз, по-моему, там что-то там заведуют отчасти этими все выхлопами, знаешь, там, да. Вот. Так они это все, все эти выхлопы, это они этим заведуют, да? Надо им написать. А я точно не верен, если... Насчет этих всех выхлопов, что-нибудь там. Я не верен, если это прегосударственная структура. Я не совсем уверен. Ну, наверное. Интересно, сколько они бабок на этом делают? Ну так вот, кстати, много, Ваня, ну какая разница, нам не дадут, ты не переживай. Суки. Так вот, да, и значит, они предлагают 3000 в счет покупки нового автомобиля, вот, а старый автомобиль должен быть 15 или старше лет. Я так сразу обрадовался, когда вот этот вот первый параграф прочитал и думаю, моей машине 15 лет. По-моему, как бы ее толкнуть, при этом, чтобы мне еще дали этот кредит, чтобы можно было другую машину купить. Да, еще 3000, а? Да, еще 3000, думаю, ну все, блин, ну все, победа наша. Яйца надо оторвать. Вот. А, в смысле, жопу рвать. Вот. Да, 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 победа без яиц, это, конечно. А, да-да-да, смотри, это пригосударственная структура, действительно. Часть государственного что-то там такого, ладно. Так вот, но потом я прочитал следующие два параграфа и понял, что это, как обычно, все по-канадски. Оказывается... Надо читать мелкий шрифт. да эта программа будут вот эти джентльмены ебеник мать они оказываются из общества рога и копыта да они оказываются всего тебя дают 300 долларов за машину они подняли цены теперь 300 долларов дают за твою старую машину а типа если это 10 машин сдашь аптут 3 пиле это прикол потому что 3000 оказывается тебе все это в сумме будет 3000 с помощью поддержки форда канадцы они же ничего не делают а тут форд пришел и говорит давайте мы здесь тоже маленькую компанию устроим только такую знаете чтобы была тусовка но чисто только для нас для синеньких овальных товарищей которые любят форды только для нас чисто так кстати надо твоей соседке сказать об этом потому что она скорее всего будет она любит форды и все такое так вот возвращаясь кстати прикол в том что во первых я пойду это все спонсировано фордом значит когда вы сдаете ваш 15 летний автомобиль вы должны потом купить форд и только форд не как на всех нормальных странах типа что хочет что я покупаю японская американская все равно только форд дальше все еще улучшается и улучшается они вам не просто так не будут давать 3000 это не как в Америке когда дают или 4 с половиной или 3000 в зависимости от сколько значит топлива новая машина будет экономить по сравнению с вашей старой машиной не 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 здесь деньги выдается по другому расчету в зависимости какую машину вы купите столько вам бабла дадут например если вы собираетесь купить просто пассажирский автомобиль четырехдверный то вам всего дадут 1000 долларов если вы собираетесь купить что-то побольше то они вам дадут 2000 долларов если вы купите совсем что-то большое типа огромный тракт который в жопу никому не срался или купите себе какой нибудь линкольн огромный навигатор то они вам дадут 3000 долларов что в принципе большая шутка на самом деле я не знаю что вам об этом сказать потому что когда я читал эту статью мне показалось но все чисто по канадски нормальный никто никогда здесь нормально ничего сделать не может всегда должно быть как-то криво как-то косо непонятно при какой чьей и зачем поддержке непонятно зачем в общем дурдом полный все это естественно спонсируется фордом то есть фактически сдайте свой старый автомобиль не важно он какой купите форд поддерживайте форд мы вообще все здесь про форд и все будьте патриотами ты слышал про что я рассказывал товарищ ну да 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 поддержите форд будьте патриотами канадско-американского автомобилестроения про то что 3000 они тебе дают только за покупку если ты пофигатор возьмешь да линк пофигатор и этот огромный фордовский трак 2000 они дают в счет SUV и 1000 только в счет пассажирской машины то есть фактически это какой то наеб в принципе да потому что пойдешь он туда на джима то самом деле шип они там такие скидки дают что если на самом деле посчитать их не скидки сравнить с вот этим вот фордовскими с фордовской компании то это чушь а я здесь я показал тобой чем больше чем чужие это наебал по текамски доехал там помнишь где старый руслан офис был да да еду читаю плакаты а что там а никаких никакого никаких процентов до какого то года дешевые автомобили в смысле там скидки большие скидки если у вас нету кредита не проблема это значит я еду это щитки на каждом по одному написано у вас плохой кредит никаких проблем значит на все щит на щитках все улучшается вы безработный заходите к нам вы только приехали в канаду и у вас даже нет никаких паспорта или прав на вождение заходите к нам преувеличиваю но в принципе идея та же да в принципе да да так смотришь думаю ну все труба о да ты чё депрессия рецессия закончилась ну конечно все закончилось все нормально она как кончилось и прям и кончает и кончает салфеток не хватает это только как огромная свинья там не 20 минут а 20 лет это было вот так это мы извращенцы ты знаешь об этом тучи извращенцы нет 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 я помню я считаю что я нормальный человек до того момента как тебя посадят потом ты будешь сертифицированным извращенцем так ну не пойман не вор это а запомни одиннадцатую заповедь женя запомни а не будь пойман и будут не твои долговечные до в а ну да если блин надо слою церковь открыть церковь не плати налоги и и живи спокойно не будь пойман и будут не твои дуга вечные и прибыльные бери кэшем и не будут твои грехи доказаны я бы сегодня на паузу поставить, то ладно ладно, ставь на паузу сейчас же я вернусь итак чё я хотел только что сказать что только что подумал только что подумал это прогресс ну так вот так я так я как так как я подумал я подумал насколько все таки я хорошо вот сейчас вот себя чувствую я сижу здесь ты набухался если б люди бухали плохо себя чувствовали запнись блядь не порти настроение сижу курю американские сигареты запиваю немецким пивом запиваю немецким пивом я знаю что не хватает от собрать какую нибудь китайскую малолетку я буду вообще переходи к следующей статье я буду сказать что неизвращение нет ну ладно, да, ты неизвращение как это будет по-русски педофил, во но если на то пошло, я возможно я больной человек у меня синдром кстати у меня гениальная идея лолита синдром нет, нет, у меня гениальная идея ну как ты можешь до конца жизни нихуя не делать и при этом получать бабки давай короче что тебе надо сделать это начать ходить к какому-нибудь психиатру ага и сказать что хочешь трахать маленьких девочек ага хотя б блять мммм там проблематично возможно тебя могут в психушку посадить ммм но с другой стороны они могут написать что на голову больной и тебе дадут до конца жизни этот больничный или как там инвалидность ааа у тебя будет инвалидность до конца жизни Ваня да, но если я реально докажу что я вообще больной что я вот-вот сейчас вот тогда тебя в психушку да да блин надо надо этот план немножко продумать как как бы так чтобы им доказать что я в принципе безопасен но на самом деле больной скажешь что хочешь трахать старых бабушек тогда ты можешь не педофила но при этом больные не Жень чтобы хорошо собрать надо в это поверить ну пойдем отвечаем бабушку если я в это поверю то я стану импотентом нет ты станешь насиловать бабушек если ты в это поверишь ладно хорошо я в это не верю пока что еще нет Жень маленькие девочки все таки лучше звучит как то не знаешь нет на самом деле очень плохо звучит понятно да мне же проще послушать этот подкаст если ты настучит то к тебе приедут и они будут ни маленькие ни девочки ха-ха-ха ха-ха-ха нет свою защиту хочу сказать что я ни разу малолетку не трах добавить пока а еще ха-ха-ха на самом деле у тебя в Японии есть в плане я тебе говорю, что я не понял в Японии. Однозначно. Во-первых, у тебя в Японии нету долгов, сколько здесь. Гудпойнт, гудпойнт. Во-вторых, в Японии все, что ты любишь. Анимация, магнум, маленькие девочки. В-третьих, по-моему, в Японии не так плохо, если ты хочешь трахать маленьких девочек. Ну да, они там происходят часть культуры. Да, они там все наглубы больные. Так что ты вольешься, и хорошо. Осталось только устроиться работать учителем английского и будет классно. В детском саду. В каком детском саду? Женя, в школе, в школе, в школе. В принципе, да. С одиннадцатой классницей. О, блин, я там с ума сойду. Не, не стоит. Ты что, я, блин, у меня вообще что запоить тогда? А сейчас он у тебя просто стоит. Запарковалась. Долговременно. Умрот от обезвоживания. Не бойся, они там окружены океаном. Не переживай. Да, ладно. Вся вода уйдет через слюну. Да, да, да. Здравствуйте, девочки. Так, ты вон из моего класса. Какого хера здесь мальчики делают? Хотя, с другой стороны, там мальчики выглядят практически как девочки. Ну все, приехали. Как Витя горел, какая в попу разница? Места надо будет над этим подумать, да? Надо будет над этим подумать. Да, 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 да. Я бы сказал об этом, думать нечего, но в принципе... Если ты говоришь, надо над этим подумать, ну ладно. Так вот, да. Все еще статья. Переходя к серьезной теме. Какая серьезная, если ничего серьезная, это идея вообще было скучно, не менее ничего, ничего толкового не было. Тебе было скучно, поэтому ты вставил первым попавшимся статью. А еще говорят, блин, у тебя скрипт есть, да? Ну, я же все-таки выбираю сотен других статей. Так что... Sounds promising. iPhone посодействовал в поимке грабителей. Да, хорошо, что они MSN не проверяют. А? А? Не знаю, у меня горло. Чего? Говорю, хорошо, что они еще это самое, MSN не проверяют. А, в принципе. Я так подумал, один из этих дней там, это самое, сидел вздеймом, пиздил. Да, ну, короче, да. Мне тут только это самое, да, 400 баксов, здесь это самое, да. А ты почем это самое продаешь? Да. А как это кракать, да? Да. А ты это не продаешь? Нет. Нет, а продаешь, да, да, но а почем продаешь, да, а откуда берешь, да. Чего-то я услышал, а почем продаешь, крак. Не, ну... Откуда берешь, крак? Ломаный ресивер, где берет, почем, зачем, почему. Все, все, все идет через это самое. Он, кстати, даже самую рекламу выставляет на своем, нашном сцене, где имя пишет. Он тоже туда пишет, блин, это самое, да, продаю эти. Ну, правда, там запчасти для этого, для всех ресиверов, он в прямую не говорит. Но если даже по имени поискать, я думаю... Ну, в принципе, да. Я недавно понял, почему это, кстати. Зачем нам нужны базы данных, а не файлы? На меня недавно снизошло... Moment of Clarity. Да. Я понял, зачем нужны базы данных. Момент истины. Да. Это обычно находит на алкоголиков. Не, ну, кроме понятных причин, типа быстрота работы, там, удобства, как они сделаны, там, столбы... В смысле, как их там называют? Столбы, tables. Это что будет? Столы, вот. Или нет, даже неправильно звучит. Ну, в общем, да, ну, вообще, это, там, скирмиш... Таблицы. Вот, таблицы, о, правильно. Столы, столбы. Вот. Ну, и еще остальное, типа, кроме понятной гадости и безопасности, А, так еще я понял фишку, что... Ну, а еще быстрота обязательно. А, если просто в файлах все сохранять, ты никогда не пробовал сохранить пустой файл? Ну. 4 килобайта. Ага. В том-то и прикол. 4 килобайта. Ну. 4 килобайта. Это по-хорошему 500 букв. Если я правильно считаю, это по-аски. Это по-аски где-то... Потому что 4 килобайта... А, нет, что я вру. Это 2000 букв. Ну. Ну, это по-аски. А там ничего нет. Он локитит 4 килобайта. Windowser локитит, на самом деле. Любые системы. Любые системы локитит. Даже вот это вот. Ось. Мако, если я тебе могу сейчас продемонстрироваться, сохранить какой-нибудь файл, он тоже будет так же. Ваш по блокам там это делает. Неважно. Вот я понял, что на самом деле файлы это охрененно... Большое, большая потеря места. И не только. Когда ты копируешь дохуя от файлов, она копируется гораздо медленнее, чем если ты копируешь один большой. Да. Так, ладно, мы о чем говорили. А, да, да, да. Про айфон, да. Коп, айфон, грабитель. Короче, у кого-то стырли айфон. Вот. Он позвонил в полицию. Вот. И, по-моему, что там сказал? Так. Rescue agent. Да, да, да. Короче говоря, как обычно. У кого-то стырли айфон. Безбашенные алкоголики, наркоманы. Грабители, в смысле. Вот. А товарищ, у которого был айфон, он был подписан на... Как он там? Mobile me. Mobile me. Ну и по гуглу спокойно их смотрел, где они находятся. Позвонил в полицию и их поймали. Господи. Сколько можно говорить, если вы воруете? Вы знаете, что вы воруете? Знаете, что вы воруете? Если вы не уверены, но хотя бы делайте, как по старинке все нормальные люди раньше делали. Выключайте оборудование. И не включайте, пока вы о нем чуть побольше не узнаете. Каждый хороший вор знает, что никогда ворованным нельзя пользоваться. Никогда ворованное не оставляйте себе. Неужели, ну вот каким дебилом надо быть, чтобы такое делать? Действительно. Двадцать первый век. Ёхтель-мохтель. Дебилы. Я им не симпатизирую, я просто говорю вам на будущее. Нам на будущее. Всем на будущее. На всякий случай. Вы же не знаете, каким местом к вам жизнь повернется. Иногда задом поворачиваются, иногда и передом. А иногда вас разворачивают задом. Так, ладно. К их нему переду. Так что, смотрите. Блогие. Ух ты. Я фотку не видел, я просто читал статью. Ужас. Ладно. Фотографии сильно ужас. Статья зато интересная. Правда, в ней никаких деталях не описывается, что довольно-таки плохо. Пачку сигарет, кстати, может у меня от тебя расставить. Короче, ученые. Ученые нашли новый способ определять рак легких. Это оставлять у них пачку сигарет? Нет. Это, знаешь, какая-то здесь полиция, когда тебя останавливает. Если они думают, что пьян, они тебя просят подышать в трубку. Ага. Вот. И, значит, там она говорит... А трубка с подвохом. Глядящий на картинку. Да. А, так, что я говорил? А, подышать в трубку. Ага. Так вот, ученые разработали систему. Теперь ты можешь подышать в ту же самую трубку, небольшое устройство. И они могут определить, если у тебя есть рак легких. Или ты пидорас. Причем тут это? Не, я просто на картинку смотрю. Слушай меня, не смотри на картинку. Конечно, никто не рассказывает, на самом деле, в какой стадии они могут определить. Там ведь есть стадии развития рака легких. И все такое, типа, в какой стадии они могут это определить. Серьезность, еще что-то там. В общем, ничего они не рассказывают, ничего не определяют. Но все равно какой-то прогресс научный есть. Вот такая вот классная новость. Короче, я не связываю, мы можем определять. Но я думаю, у них какие-то доказательства на этом, кто должен быть. В конце концов, академики, они друг друга проверяют, чтобы один дальше другого не запер без причины. Это да. Учебная дежурка, то что вы знаете, на самом деле, на самом деле, хорошая вещь насчет академиков, это то, что они настолько зависли, что они друг друга перепроверяют. И они никого вперед себя не пустят. Без особых причин. Чисто из-за того, что им просто завидно. То бишь, никто нагнать особо так, без хотя бы таких полуэффективных причин не может. Да, но все равно классная идея. Теперь тебе не надо каких-то там, знаешь, проходить, ну, в смысле, это еще не выпущено, но не будет, не будет проходить такие долгие осмотры, еще что-нибудь там, тебя сканировать, пересканировать, хотя, может быть, подышать, они тебе скажут, «Все, пиздец тебе!» Мы очень рады. Чего на того, что мы курим? Да, да, да. Не, не, я уверен, что это случится с соседом. Но не со мной. Никогда нет. Нет, никогда нет. Нашел статью, абсолютно ни к чему не относящейся, про ножи. Чувак, я никогда не, я всегда видел, что есть разные ножи. Вы очень большие любители ножи, ножей, ножи. Я помню, там, Илюха, надо купить ножи, пошел, купил целый этот. Там, нож для рыбы, нож для сала, нож для чеснока, нож для лука, нож для этого. Чем тебе не нравится мой набор ножей? Деньжай, вы помешаны на ножах. Один пошел, купил ножи, второй пошел, купил ножи. Жень, мы в разных местах живем, понимаешь? В разных квартирах живем. Мне нужны ножи, потому что я не хочу вилкой. Я понимаю, я понимаю. Ну, зачем тебе столько ножей, если ты пользуешься только одним? Нет, я разными пользуюсь. Я знаю в ножах немножко. Толку. Полку ножи отлично, раз ты знаешь, будешь рассказывать о чем. А я тут, причем я и не читал. А здесь они просто рассказывают о ножах. Здесь ничего такого нового нет. Здесь есть нож шефа. Вот этот большой рубанок, который вы там на кухне орудуете, меня он очень пугает. Это, оказывается, шефский нож. Ага. Я так и не понял, для чего он именно нужен. Они говорят, что это такой общий, для общего резания и все такого. Ну да, он очень удобный, когда крош мелкие вещи, у него хватает веса, чтобы на это самое им балансировать и просто так чик-чик-чик-чик-чик-чик. И крошишь там морковку, все такое. Я всегда все перочину ножом езжал. Ну, мудак, блин. Но моя еда вкусная. Я готовлю. Иногда. Чаще, чем Ваня. Женя, во-первых, моим ножом приготовлено больше, чем твоим. А у меня он толще, чем у тебя. Не значит, что лучше. Прочитай статью еще раз и поймешь, что ты не прав. А у тебя длиннее, наверное, нож, да? Конечно. А у меня толще. А сколько он у тебя может делать рубанков в секунду? Твой нож. Зависит как. Или кого-то. Это не в размере лодки счастья. А в ее обширности, да? Нет. В движении океану. It's not the size of the boat that matters. It's the motion of the ocean. Дальше мне какой-то... Паринг knife. Как это что-то паринг? Не знаю, для маленьких зачисток, для этих. Да, потом у них есть нож для этого. Брэднайф. Да. Потому что хлеба. Потому что хлеб мне нельзя, самая, нельзя резать обычным ножом. Его надо пилить. На самом деле. Потому что он мягкий. Если ты пытаешься обычным, обычным вот этим большим ножом резать, ты сомнешь весь хлеб. Хотя... Но, если ты возьмешь нож, который пилит, он его разрежет очень хорошо. При этом не смятый был. Люди, я лузер. Я всю свою жизнь резал хлеб обычным ножом. Хорошо. Дальше у них идет utility knife. Такая утилитка. Knife, нож-утилитка. Ну... Тебе надо кожу срезать. Еще что-то. Тебе надо так подрезать, чтобы ничего не задеть. Там, допустим, я знаю, во фруктах все такое. А кожу надо срезать. Ну, тебе, пожалуйста, потоньше немножко. Немножко поменьше. Потому что огромным ты там просто не повернешься. Потом carving knife. Ну, это я не знаю. А потом booning для костей и ножек. Никогда я им не пользовался. Вся пользовалась только одним. Не, ну... Я особо, я пользуюсь, ну, скажем так. Я пользуюсь тремя ножами. На самом деле. Я пользуюсь большим, чтобы, если что-то надо, порезать хорошо. Хотя, подожди, нет. Я пользуюсь большим, если надо порезать. Пилящим, если надо порезать хлеб. Вот. Потом... Нож для стейков, это, ну, естественно, для стейков и для куриц и все такое. Потому что он как бы пилит, но на самом деле он меньше, чем для хлеба. Вот. Поэтому им можно немножко так подрезать, так, чтобы, знаешь, мясо с костей вырезать. Вот. Хорошо. Вот. Потом маленьким ножиком пользуюсь, чисто там, знаешь, если надо, чуть-чуть вырезать. На самом деле он достаточно тонкий, что я его за вместо этого тонкого ножа, utility они здесь называют, я им тоже пользуюсь, чтобы там шкурку снять, все такое. Потому что он достаточно маленький, удобный, и сам в руках держится. Шкуру. То есть, один нож, чтобы снимать шкуру, или другой нож, чтобы всаживать, третий нож для швыряния, четвертый нож для рубения, отрубания, я даже сказал. Не, ну первый, на самом деле, который, резание, он большой для швыряния, для рубления, тоже хороший. Потому что там достаточно веса, так, чтобы там, там, знаешь, если у тебя даже сил нету, то по инерции он просто там залезет сам, без проблем. Ну, если только ты его не затупил до этого. А по кого-нибудь? Ну, а по кого-нибудь? Сирийный убийца, честное слово. А я, простые люди, пользуются всю жизнь одним ножом, одним, единственным, даже его никогда не точат. Ну, ему так, блин. Люди, вы со мной согласны? Ножи надо точить. Надо точить, потому что. У меня вот один нож на кухне, которым я все делал, абсолютно все. Я его еще ни разу не точил. Не знаю. Значит, тебя сильно не волнует это дело. Я не знаю, Ваня, я просто не понимаю. Он режет. Курицу я им спокойно могу почистить, разрезать. Я им все могу сделать. Нет, это дело, это просто все дело удобства, понимаешь? На самом деле, если ты раз в год по обещанию что-то там порежешь, еще чего-то там приготовишь и так далее, ты готовишь чисто для себя, и ты не волнует, как оно выглядит или еще что-то в этом духе, пожалуйста, можешь пользоваться одним ножом. Ну, а если у тебя есть ADD, вернее, не ADD. Да. OCD. Абсцессив компалсов десуоржа. У меня он есть. И тебя просто, блин, меня просто это нервирует. Знаешь, вот возьмешь какой-нибудь большой нож и попытайся большим ножом почистить апельсин. Нихуя не получится, правильно? Поэтому у меня никогда большого ножа не было. Да, а потом возьми большой кусок мяса и попробуй маленьким ножом разрезать. Заебешься. У меня никогда больших кусок мяса не было. Потом возьми кусок хлеба и попробуй его ровненько, хорошо, на хорошее самое кусочек разрезать. Не резанный хлеб возьми и попробуй его разрезать. маленьким ножом большим ножом каким хочешь он сомнется в какашку я не знаю почему, но здесь уже есть хлеб резанный потому что здесь все ленивые в какашку добавил Ваня у меня только же появилась гениальная идея как надо правильно разрезать хот-дог, надо его запатентировать на самом деле хот-дог надо резать вот так нет хлеб, хлеб для хот-дога как они обычно делают? тебя идет туда вот сбоку разрезает нет, 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 ты че там технология, там высшие технологии значит у тебя идет вот это вот булка, да не вообще, булка ты ее сбоку разрезаешь член такой вот, булка значит идет как обычно, или сбоку разрезают, или сверху ее разрезают правильно? а потом открывают как пиздук говорил как м ла-ла-ла я сидел, а потом в нее кладешь сосиску кладешь и вытаскиваешь кладешь и вытаскиваешь а вот уже, я себе беру в руки так вот, не применить чё кладу себя бери в руки ла-ла-ла-ла так я возможно педофил, но не пидорас меня это не возбуждает так вот ты берешь эту булку и режешь просто тупо сверху или сбоку напополам грубо говоря напополам ты что ее не разрезаешь? так это неправильно что надо сделать? надо ее разрезать до половины а потом под углом 45 градусов надо резануть влево, а потом возвратившись опять на половину первого отреза потом ее еще на 45 градусов в другую сторону и тоже подрезать в итоге она так раз и откроется интересно решение надо запатентировать я правда не придумал в чем удобство но я думаю туда может быть 2 сосиски засунуть да единственное, что здесь булки недостаточно большие, чтобы засунуть туда 2 сосиски так сосиски уменьшим не забудь запатентировать и Ваня согласился, это была гениальная идея Женя этому да хотя с другой стороны если ты получишь туда 2 и они будут параллельно, то сверху можно положить 3 сосиску ооо, худок с тремя сосисками ну а так можно дальше по пирамидке, можно еще на самом деле если ты надрежешь еще посередине, посередине, то вот той середины, где до середины, там посередине надрежешь, то тогда еще может 2 положить сейчас тогда будет классно, 5 сосисок вообще на самом деле нет, надо 2 сосиски знаешь почему? потому что я уже придумал название для этого хот-дога мы назовем это DP хот-дог DP? да, Double Penetration по-русски двойное проникновение хот-дог хот-дог двойное проникновение а потом ты еще меня называешь больным, да? нужно отметить, это гениально хотя с другой стороны я твой друг все-таки возможно мы во вкусах не сходимся, но вдвойное проникновение ты со мной согласен я понял Женя, блин я сейчас пойду обратно в тот же магазин за сигаретами если ты хочешь сделать двойное проникновение там нужно 2 сосиски нет, 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 я с тобой согласен только по одному поводу это извращение уже по какому по какой статье извращение это уже мы по-моему делимся ты понимаешь для двойного проникновения статьи нету не серьезно, нет статьи ну хорошо я бы предпочел проникновение двоих чем двойное а это еще как? ну как, не знаю можно руками можно ртом можно там туда-сюда ну давай лучше двигать дальше ладно доска да так вот возвращаясь к ножам они здесь говорят короче, что нужно хорошую maple как мы с ножей на это дело зашли еще раз ну как с ножей на то, как резать потом про хот-доги потом про сосиски да, как нож проникает в эту булку давай дальше делит эту булку пополам давай дальше а maple 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 cutting board то есть из этого maple что такое вообще? по-русски клен клен кленовую доску нужно иметь вот и еще, кстати предложено видео как резать ну да конец держишь на доске а потом сосиску морковку я знаю сосиски классно морковка жестче не в жесткости дела ну ладно так Женя, у тебя проблемы а? опера 10 вышла наверно отстой ты пробовал? ну да вот с ней сижу а, да и работает? о, видишь, коннекшн в ПЛТ ха-ха-ха опера, она почему-то все все время дисконнектит я не знаю почему она, во-первых опера на самом деле в отличие от сафари и фаерфокса вообще как-то некоторые сайты очень криво показывает вот они конечно очень много чего починили но есть некоторые вещи которые они не починили и почему у нее коннекшн ломается периодически я не знаю я с этим бился очень долгое время например могу тебе показать то же самое если ты зайдешь с оперы на университет Виндзора пощелкай на пару линков и некоторые вещи просто не открываются там реальный веб-сайт кривой, но реальный просто не открывает а если хочешь я могу сейчас найти тебе показать ладно, ладно, верю ну не важно вышла 10 версия опера я даже сейчас открою а, да, вот стурбо да, стурбо ну как обычно когда знаешь когда уже о продукте нечего сказать они всегда добавляют турбо или какую-нибудь хуйню турбо-чарджер у нас тут специально там все на самом деле полная хуйня по-моему они никого не догнали они наконец-то перестали гнать что опер самый быстрый браузер на этой планете уже нет вот там у них какая-то новая фича появилась зацени ми смотри смотри извините не туда нажал да, мини мини такие табы которые можно посмотреть до того как я вообще не знаю что это такое да дохуй она надо еще раз не знаю без понятия а если ты открыл десять страниц и забыл что был на седьмой да, то ты будешь вот это вот листать все это говно и смотреть где чего блять уебище да что я могу сказать что опера почему я хотел изначально написать статью о том что опера умирает в принципе потому что опера умирает и я уже начинаю сам думать как с нее спрыгивать из окна ну да проблема как я ее вижу в основном из того что у опера есть единственное она скажем так она разрастается понемножку она делает много чего но при этом не все хорошо как надо вот браузер из нее да, для стабильности по любому фаерфоксом пользуешься ну а этим не пользуюсь ну ладно да стабильность оперы я не знаю как скажем так не самое лучшее иногда она просто падает из-за некоторых сайтов до сих пор она кстати падает из-за некоторых сайтов не на самом деле я на фаерфокс из-за этого перешел потому что некоторые сайты просто мне не показывались прямо они или не показывались Вань там очень интересно у него много багов они или не показываются или она начинает грузиться и просто вся опера складывается да ты запускаешь опять не знаю знаю я же в последнее время только фаерфоксом пользуюсь я тебе говорю фаерфоксом пользуюсь потому что а если я на виндозере то ослик он о не надо про ослик ради бога не надо не будет вот потом опера она она падает некоторые сайты вообще криво показывает да в остальном она работает классно мне нравится красиво красиво ну что на всякий случай чтобы знаешь чтобы такого не происходило ой фак вот эта страница не работает и приходится знаешь опять на другой браузер переходить пользуюсь на всякий случай фаерфоксом работает вроде практически все что я тебе скажу что в опере хуёво я вам скажу тоже и попытаюсь вывести свой ход мысли почему опера загнется не знаю как компания но браузер загинается точно во первом настройки у них кривые которые не изменялись уже наверное последние версии версии 3.4 ты имеешь ввиду с тех пор как они были под низом и а нет 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 это уже после они были очень активны когда была оперская версия 5 так оперская версия 5 это я нет да да я до 6 версии это это была полностью опера просто с другим скином почитай лицензию хорошо я не знаю поэтому я не могу подписаться вот короче настройки они вопере так и не нормальные не сделали здесь здесь конечно они работают и все нормально проблема в том что они так криво выглядят и криво настраиваются например у них здесь есть куки да значит управляем этими куками у них здесь есть редактор типа там это редактировать удалить потом у них есть какие-то тут это где-то там нашел сайта менеджер как-то все это нахуй криво сделано абсолютно криво короче юзер интерфейс кривой дальше чат они вставили туда арси в оперу молодцы я этим арси даже пользовался потому что у меня был в облом чего-либо другое устанавливать уебище полное чат не поддерживает фактически там ни черта меня там в одном этом арси я не на русском был канале поэтому меня нахуй не послали мне очень 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 грамотно ей хорошо объяснили что чувак пожалуй пожалуйста не спрашивают тупые вопросы не мучай нас все это написано там я говорю где там там ты чего не видишь там знаешь какое-то должно было отображаться да я вообще-то оперой пользуюсь он говорит ну чувак ставь что-нибудь другое короче работает в пол силы вообще можно сказать это не чат это так они прилепили типа чтобы там было для отмазки да почта я вообще не знаю кто почту пользуется кто почту уже скачивает в нашем-то поколении да блин легче на веб-сайт зайти нафиг я вообще блин на сам на джимейле почистую блин храню потому что компьютеры меняю блин да да виджеты их да пошли они ваня я один раз попытался им пользоваться я говорю да пошли бы они да это срамота ходячая капутун говорит а что у них хорошо сделано он именно так и говорил да срамота ходячая или храма не помню что он там говорил ну ладно ну ты его помнишь он твой кумир да уже не любит амбутуна они сделали неплохо фидер типа знаешь фидер читать которым я пользуюсь которым мне очень на самом деле нравится они сделали его абсолютно просто красиво вот это единственная прелесть оперы наверное почему она до сих пор меня так сильно держит да вот и естественно их не фичи которые они не сменили уже наверное последние пять версий это вот это вот знаешь там мышкой клавы навигации заниматься все остальное в опере параша абсолютно да начинают кликни в опере это меня просто прет я тебе говорю вот еще одна гениальная идея люди если вы хотите свой браузер написать забейте на все возьмите готовый продукт и сделайте свой юзерский интерфейс то есть возьмите готовый двигатель напишите свой юзерский интерфейс возьмите некоторые вещи из опера самые такие которые популярные вот и какой-нибудь двигатель постабильней а дальше все это дело напишите красиво просто сожмите это в офигенно маленький дистрибутив и вперед мир будет вашим lc game да а я же хотел музыку поиграть о да 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 ты хотел музыку еще поиграть да давай ладно в прямом эфире да ты что вырубит нафиг ладно короче супер я не знаю что супер а вот Ваня я не помню ух как же его зовут то мы этого философа проходили а пауэрплант спейс короче я не совсем уверен как эта идея не я примерно понимаю как эта идея будет работать а об этом скажем так на этом мастурбировали многие люди не мы первые не мы последние не мы наверное последние последние походу японцы с походу походу там так замастурбировали что у них теперь уже электричество не хватает генераторы надо представлять к этому делу генераторы и вот они потратили 21 21 и 9 нулей долларов миллиардов Женя миллиарда долларов и они собираются с причем американских да надеюсь что не американских я думаю японских но долларов да в смысле японских денег не американских да но если я не знаю если кто-либо разрешит эту идею но я думаю японцы пробьются весь этот проект конечно будет делать митсубиси electric corporation митсубиси там везде повсюду корпорация митсубиси вот что они собираются сделать они походу собираются электростанцию запустить в космос теперь это электростанция будет собирать солнечную энергию и бимить ее или как это по-русски будет посылать ебаный луч да на землю прямо в японию и сжигать всех этих ебаных японцев японок оставят в общем идея да идея кроме как сжигания японцев бывает неправильная они это собираются сделать да в принципе идея хорошая с той стороны что да генерировать электричество в особенности солнечное как ни странно но в космосе и солнце да ты глобишь быть того не может а я думаю это всегда атмосфера светится блин так знаешь что в одном месте бетно собирается блин такое и светит прям наша атмосфера блин с сгусток световых облаков да вы вышли в слоях блин верхних а вот так да фишка того что солнечную энергию намного проще собирать в космосе эффективность больше да а теперь подожди пока ин инварменталисты это все дело забьют в пух и прах блин задрочит их в какашку и вообще в задницу всех их отъебут за то что эти все все лучи будут блин полить озоновый слой и не давать им дышать ну валь по-моему тебе пора записываться в инвент что Bat-балай инваренталисты я всегда хотел японцев поебать не хотел ебать ну поскольку их всех будут ебать то я думаю у тебя будет небольшой выбор да так где записываться девушки в эту сторону здесь обслуживает Ваня готызestens не гибайтесь Конечно, Ваня описал это немножко В своих словах Да, но в принципе он прав Но идея, на самом деле Если им разрешат, то идея такая интересная Мы наконец-то узнаем, если это вообще будет возможно Да нет, это возможно Эффективность это будет Извиняюсь Да, что ты хотел сказать Единственное Единственный вопрос Единственная проблема под вопросом Это Последний раз, когда я проверял Создание солнечных панелей Забирает больше энергии, чем эти Солнечные панели производят за их Срок жизни Возможно, я не прав Потому что Последний раз, когда я проверял, это было Года три назад Может они что-то Пришли с какой-то идеей А Б Как они эту энергию будут на землю Транспортировать Ты знаешь, что еще лучше? Я уже над этим делом думал Допустим, микроволновые волны А Они в атмосфере будут рассеяться Значит, будут палить мозги нам Это уже не вариант Я предлагаю спустить кабель Женя, ты ебанат Ну, знаешь, берешь кабель и отматываешь его прямо на землю Ага Ладно, ладно, продолжай А спутник как? Вокруг земли будет мотать? И так мы повесились Шутка Я, конечно же, понимаю, что можно поставить спутник на геостационарных позициях Но Во-первых, кабель Естественно Вообще Не в тему здесь Потому что Я просто представил, знаешь, спутник на камере А потом еще ремонтирую тебя за кабель Я хочу это видеть Блин Вот Но Беспроводные способы передачи Раньше еще, давным-давно Блин, помню, еще жил в России Была такая передача после 2000 года У них там идеи были Вообще, блин, пиздец Стартрек вытащили Честное слово Вот Ну, ну Вот, они типа Мы будем солнце Вот солнце энергию собирать в космосе И потом перенаправлять ее на землю И, может быть, даже регулировать там отопление, охлаждение там Полюсов, все такое Слушай, а можно космос в землю закачать? Чего? Ну, взять кусочек космоса и в землю его закопать Жень, ты ебанат? Я просто пьяный не знаю так не можно можно даже в космос не обязательно возьми какой сосуд выключает туда воздух и будете космос ну и частицы его круто можешь еще накачать солнечная радиация для полноты ощущений потом если туда залезешь я думаю ты кайфовать будешь недолго но зато круто то что разрывает очень хорошо да люди это шутки не делать такого дома это только для надпрофессионалов но если ты будешь посылать с этого спутника какой не знаешь сконцентрированный луч подумаешь что это хуйня сделает с атмосферы что он с ней сделает ну во первых эта хуйня будет светиться во вторых атмосфера по свойству своему она будет распылять это все дело подожди-ка там же не должен быть какие-то ну это будет интересно ну продолжать если ты если ты световой луч в смысле в световом этот я понял если ты пучок света будешь направлять в землю да ну да а потом типа как его собирать вот то ну и я не знаю ли тебе нужна просто сверх охуенный аппаратура которая будет просто фокусироваться я не знаю ну радиус ну там не знаю пару метров три метра радиус этого луча но все равно а он будет распыляться атмосферы б он будет сжигать эту атмосферу потому что даже даже высокое напряжение из обычного кислорода создает озон который в принципе вреден для здоровья для нашего и примерно так же смертелен как это самое как как его называют углекислый газ да карбон монооксайд в общем идея больная ну я не знаю мне интересно что они предлагают по этому поводу как его транспортировать на землю в принципе в космос забирайте у меня есть идея солнечную энергию это не проблема запусти достаточно спутников с достаточным количеством этих солнечных панелей пожалуйста гоняя блин мы можем просто батареи привозить заряжать и обратно нам везти ты ебанат же ладно понятно если только ты в космосе не будешь генерировать генерировать какое-то ядерное топливо или подобное тому то нет это ебанат оооо девушка ааа и там такой длинный 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 такой питон где его хвост это это новая реклама от сиськи а от циска а они сделали типа наподобие адам и евы да ну да видишь это типа это рай они показывают ну в принципе это рай для меня это рай рай серваки это дьявол соблазняет всех нет чего причем тут серваки рай нет смотри они жили в раю потом появился змей со своими серваками и соблазнил всех они стали пользоваться этими серваками оуу сиськи они стали пользоваться windows а нет нет адам посмотрел на все эти серваки и подумал это круто через пару лет они будут пользоваться все апплами ой видишь яблочко эх жалко там очень мало нюлити я бы ее сиськи хотел посмотреть ладно про что это мы хватит да это короче ихняя новая компания типа про вот этого не компания рекламу рекламу вот рекламная компания как раз адам и ева красиво сделано интересно они адам или ева или они змеи ну как там есть змеи там есть адам и есть ева ну вот я и пытаюсь выяснить которые из них это они циска показывают вот этот вот рай который состоит из серверных комнат это вот их не реклама и потом появляется змеи и предлагает им все это и знание этого правильно да потом приходят злые админы и мочат все эти серверы ладно следующее грандиозное видео про которое я Ваня уже рассказывал о да 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 теперь ты можешь его посмотреть ниндзя куни дар ко мне тинколу я поставлю клей вот ты просто посмотри блин ему подходит к концу вот я пока расскажу в чем прикол ограбили аппуль магазин что в принципе давно уже кто нибудь должен был до этого дойти но есть прикол не в том что его ограбили а в том как его ограбили Вам надо это дело посмотреть Смотрите видео обязательно Итого, стырили оттуда 23 MacBook Pro, 14 айфонов и 9 айподов Все это произошло за 31 секунду За полминуты ограбили Apple Store, вынеся оттуда 23 MacBook Pro, 14 айфонов и 9 айподов Да, весь как раз прикол в том, что люди, вы просто смотрите, как именно они это сделали Просто гениально, абсолютно гениально Я знаю, что Ваня очень любит гнать на американцев, они тупые, они жирные Я ничего не говорил, блин Ну люди И вообще, я уверен, что это были европейцы, которые до этого додумались Точно, проездом были Решили ограбить Apple Store Так вот, насколько было все красиво спланировано и осуществлено Это просто поражает воображение Вам стоит посмотреть Если кто не поймет, в чем же прикол этого ограбления Ради бога, напишите Наверное, надо будет объяснить в деталях, в чем прикол этого ограбления Но подумайте просто о цифрах За 31 секунду 23 MacBook Pro, 14 айфонов, 9 айподов Какая красота 31 секунда Еще видео Да Скажи, что некрасиво они сработали Я, конечно Я, конечно, понимаю, что, типа, это, знаешь, это, типа, грабили, это плохо и все такое И мы вообще здесь все такие правильные Кто? Красиво Жень, Жень, покажи пальцем, который из нас правильный Правильный? Не знаю А, вот, кот сидит Кот правильный Он всегда правильный Он такой правильный сидит Я вот столько лет тренировал, что он стал правильным Ладно, что мы об этом? А у меня сидит, ты его тоже тренировал? Или это уже мои заслуги? Твои заслуги Не мои заслуги Нет, твои заслуги Кот просто тебе доверяет Ну ладно Короче говоря, люди Смотрите видео обязательно Офигенно Ну, хотя на самом деле видео не офигенно Там просто классно Монтажа не хватает Монтажа, да На 30 секунды ограбили весь магазин поразительно Молодцы, чуваки Да Вы хотя грабители и злодеи вообще, но чуваки классно сработали Теперь, люди, главное, чтобы вы не попались, ради бога Не попадитесь, пожалуйста, блин Еще какой-то тупой херни, типа, включат этот ебаный айфон, а там будет мобайл.ми Да, пожалуйста, чуваки, блин Я надеюсь, что они были молодые и у них есть мозги, ну ладно Ну да, обидно будет, блин Еще какое-то видео А, вот Тогда точно скажу, что американцы, блин Тупые Ну Онлайв Мы когда-то рассказывали про это дело В общем, вкратце, это такая революционная технология, по их словам Которая позволяет вам играть в любые новейшие игры Фактически абсолютно без скачиваний и на любой платформе На какой-нибудь говнястом PC без видеокарты На каком-нибудь там Macintosh, у которых никогда нормальных карт не было Вот Во-во-во, я и про что говорю, блин, в игры не поиграешь, нахуй, говно, блин Вот, или, например, вообще, они предлагают свою собственную маленькую приставочку Вот А в чем прикол? Поскольку мы это уже об этом поговорили Они, наконец-то, это все дело бета-тестируют И они берут людей как раз для записи на бета-тестирование Я записался, набрал, что я живу в Америке, вот, но я записался А в Канаде не предлагают, да? Нет Блин, Кантона, ебаный, Кантона, блин Чувак, если я получу подписку, это будет пиздато Я, наверное, тебе ее отдам, потому что я все равно в это не играю Ой, блин, я вообще затрачусь с этого, блин, во все игры, в которых только они будут там давать, предлагать и вообще Я, наверное, чуть-чуть поиграю, посмотрю, если это реально работает Мне просто интересно, как это работает Блин, я знаю, если у них будет небольшая программа или плагин, как они говорят Если Warcraft больше 30 фреймов будет гоняться, я 100% буду Там Warcraft не будет, конечно А что? Ну, потому что, я думаю, они смотрят больше на такие То есть, хорошо, в теории они могут спокойно гонять Warcraft Проблема, я думаю, это будет договориться с Blizzard Вот, а вообще они хотят вот эти все игры, знаешь, которые обычные компьютерные игры Xbox'овские игры, все такое, они хотят гонять Ну, ладно, короче говоря, регистрация открыта, так что, если вы хотите попробовать зарегистрироваться на бета-тестера, на врач, что вы живете в Америке, то, в принципе, вперед, я это уже сделал И если много зарегистрируется, может быть, одному из нас повезет, и мы можем скинуться и дать это Ване Потому что у него одного, по-моему, дома нормальный интернет Не, у меня на самом деле ебанутый, но ладно, ну, нормально Он у тебя лимитированный, но зато быстрый У меня не лимитированный, но зато медленный Какие-то статьи следующие дурацкие А целый кот меня любит больше, чем тебя А? Потому что он тебя лежит? Да Так правильно, я что, не позволяю себя лизать? На хрена? Справа пошел, посрал, потом жкупу полизал, а потом меня лизает? Это ты че? Я что? Шатапа, то что тебя будут убить Заставили тебя лизать, блин В непотребных местах Я его столько уже бил, а обучал, чтобы он не лизал все Ну, то что, не, нафиг А мышеловки 21 века Это заставляет убивать тех же мышей и крыс, но уже как-то чувствует себя лучше На самом деле интересно, сколько они стоят? Потому что это полный дебилизм Мы таким мышеловками еще в России запросто пользовались Они, кстати, до сих пор такие мышеловки есть, продаются, кстати Ты знаешь? Так простой и, знаешь И работает Да Просто и сердито, блин Зато теперь они красивые, их разрисовали и классно у них дизайн Под манго О, интересно, там под Лаки Старк есть? У меня мышей нет, но я куплю, да? Да, на всякий случай Соседи поставили Хе-хе-хе-хе О, да, спай камера Гениально, я в детстве такое хотел Девочкам под юбки смотреть Раньше обычно в детстве пользовались Просто обычными зеркалами, да Но теперь Двадцать первый век И теперь у нас есть Приспособление двадцать первого века Да, можно это на камеру все снимать Да, камера встраивается в ботинок Идет со шнуром к вашему там пидею или компьютеру И вы можете в ногу подставить девушке под юбку И спокойно с ней стоять разговаривать Да, я не знаю, что сейчас немногие девушки ходят в юбках Опоздали Идет Козли На самом деле была еще одна классная вещь Это мы в школе прикалывались Мы что делали? Мы взяли прищепку Привязали маленькую веревочку к ней Вот подходили к девочке Прицепляли прищепку к юбке К концу юбки А потом за веревочку ее поднимали И как она замечала? Нет, ну да, замечала Но с другой стороны, к тому времени, когда она заметила Уже весь класс видел, что у нее там под юбкой творилось И много там что творилось Ну, как трусики Неинтересно Нет, в смысле, это интересно было на то время? Нет, для меня точно неинтересно было Потому что, знаешь, я так каждый вторник и четверг проводил В женской раздевалке Так что для меня там ничего нового не было Да Жорко, я никогда не проводил ничего Хорошее время наоборот, а? Да, три Наташки, Катя Кстати, все Наташки были классные Одна была гик Другая была просто прикольная Вот, третья, ну, так себе Курить сегодня не надо Чего? Сегодня после этого подкаста курить лучше не стоит Так правильно, сигареты закончатся Я знаю Жень, ты мудак, я только купил, блин, пачку, елки зеленые А, ну ладно, продолжаем подкаст Чего-то я раскричался, по-моему Тебе не кажется, что я раскричался? Ты раскурился? Ты так много не курил? Ты же бросал вообще? Да, я вообще вообще бросил, пока ты не будешь А что я тебе сделал? Назад пристрастил, блин Каким образом я тебя пристрастил? Да, со своими подкастами, все такое, блин там Да Женя приходит, давай подкаст, писая, как же без сигарет Женя закурил сигарет, ничтожно закурить сигарет Тебе надо было таблетку перед этим брать Ну, я взял, ты будешь, конечно Ну, ничего Помнишь, как я мучился, блин, да? И сигареты такими отворотительными были Потом и потом, нахуй, забил найти на эти таблетки У меня, кстати, еще полпачки этих, вернее, таблеток осталось Да, можешь опять попринимать Мне нравится курить Да, нахрена бросал Ты знаешь, сколько я денег сэкономил в это время? Сколько? Ну, учитывая то, что я курил где-то одну пачку в неделю Это 10 баксов, да, я заплатил за месяц 120 баксов, то бишь 130 В месяц я где-то, ну, в среднем платил, скажем так, 250 250 минус 120, 130 баксов я сэкономил Круто На одной упаковке Учитывая то, что я принимал больше, чем один месяц То есть, сэкономил примерно 200 баксов на этом деле Ладно, надо бросать курить Угу AT&T Какие дурацкие статьи под конец AT&T говорит, что они на самом деле не так много денег заработали на айфоне А они плачутся Да пошли, они на самом деле врут, блин Ты знаешь, у меня было точно такое же мнение, что они врут Блин, как Руслан Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну, вот такие, вождь, бизнес, нафиг Могу просрать на самом деле Ну, если постарался на самом деле Могу просрать ему бизнес, ну, блин, ну А. Либо он мне охуенно доверяет Б. Либо ему поебать, что более правдоподобно Я тоже думаю поебать Вот Я ему звоню, возможно, там что-то случилось он не отвечает на телефон он просто не отвечает на телефон не по и посылаю ему емейла он на емэл не отвечает при этом приходит все его друзья и берут став ну в смысле не берут я никому не даю если только я их лично не видел хотя бы раз и знаю что они реально его очень хорошие друзья или хотя бы какая нибудь его там знаешь поддержка того что он им плюс минус доверяет и дал бы им как так в рассрочку или в счет в этом духе по идее не даю но по идее знаешь мог бы раздать только стал блин он был просто деньгами тысячи две минимум потерял если бы я такой честный не был блин мне иногда себя ненавижу блин да я почему то он приедет начнет кричать головная боль да с другой стороны теоретически подумать дальше если беда будет еще вообще приедет насчет кричать а будет еще более обидно да потому что я по честному по идее снимаю блин сюда спать хочу я устал вот это потому что напился ну ладно чё там насчет этого дрова 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 датворк дрова дрова датворк да это и тнт платить хрен царе нтт неохота про него говорить они вообще американская компания то нас не прет а последняя классная реклама я тебе потом покажу ну а блин ну хотя бы расскажи блин что в переводе в переводе сейчас я вадим сейчас секунду секунду у меня появилась замечательная идея скажи что хорошая реклама ну как я сказать по американским меркам да а мне понравилось короче в рекламе начнем с самого начала Женя просто поставил подкаст на паузу показал мне это все дело а это видео это видео вот и там просто игра игра на словах то что то что скрыл и твист вот смотрите ну если английский понимаете то то он довольно таки прикольно да вот но скрыл здесь и как бы вкручивать имеет значение вставлять по русски понимаете что и понимаете куда вставлять сосиску в хот-дог да 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 вот а твист это поворачивать вот ну и короче батя намекнул парень понял она не поняла проблема км на предыдущем прикольные рекламы прикольные или не реклама нет рекламы да реклама реклама это реклама ластфм типа наш подходим к последней теме разыгрываем айпод нано да мы разыгрываем наконец-то айпод нано в этом подкасте подожди мы даже не думали я я подумал и поскольку от избытка мыслей придумал что а что бы вы сделали с айподом нано вот этот конкурс что бы вы сделали с айподом нано да самая прикольная идея конечно отошлем да да мы отошлем реальным в конце концов даже посылку могу проспонсировать да проспонсируем посылку мы вам абсолютно честно пошлем айпод нано прикол поймете позже я не знаю прикол рассказывать или нет ладно да нет нечестно получится не честно не честно потом получится да не честно потом получится хорошо ну давай 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 расскажи на чей ступ но честно то люди ищите ищите и вы найдете в чем прикол если кто поищет смотрите на веб сайте намек ну вот спасибо в общем да разыгрываем айпод айпод с приколом некоторые посчитают что это на ёб вот но да можем отослать честно честно отошлем аппаратура рабочая да вроде как в коробочке все там запечатано я его только посмотрел немножко потому что мне было интересно вот я все там нажал пару кнопок вот а потом обратно сложил аккуратненько вот все в коробочке как было запечатано так и есть запечатано так что там на клейкой ленте было запечатано поэтому извините так уж было запечатано вот он фактически новый кроме того что я его открыл на 5 минут Ну и вот Кто ищет прикол Ищите, прикол есть И в принципе конкурс Кто придумает самую оригинальную идею Что сделать с этим айподом нано Тот его и получит Судить будем конечно же мы Так что честности не ожидайте Но чем прикольнее тем лучше Вы нас знаете, надеюсь Надеюсь Пошлем честно Да, пошлем честно Всех и надолго Нет В общем да 2.45, ладно, будем закрывать С подкастом в конце концов Мы тут не железные Не выкованы мы тут это Сделаны мы пальцами Ну если так подумать Если так С относительно точки зрения То в принципе да Все мы делаем пальцем 21 Ладно Все, всем хорошей недели Надеюсь вы хорошо посмеялись Да, надеюсь было Мы такие грустные Нам всем еще такие депресснутые 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 Нет, пиво не заканчивается Поэтому я сейчас еще не депресснутые Так что Наслаждайтесь Наслаждайтесь жизнью Курите американские Сигаветы пейте Немецкие Немецкие пиво Да Ездите на японских автомобилей Держите банки Деньги в еврейских банках И разницы в жизни Все, до следующей недели Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому